Hello, I'm Dasha from Russia. Я ждала, что придет какая-то сука. 50% людей раньше меня так и воспринимали. Я ушла из школы, я не закончила школу. У меня был с собой миллион наличкой. А он знал, что у тебя деньги есть? Ну, потом, как оказалось, да. И в день нашей свадьбы я сижу в участке и подаю на него за, короче, вот это мошенничество. Я бьюсь. Кинул тебя, все, забрал все твои деньги, все твои накопления. Собрала свои вещички и уехала в Непал. Откровенный макияж с Натальей. Шик. Всем привет. Ну что, я сегодня не накрашена, а это значит ваше любимое шоу. Откровенный макияж. И сегодня у меня мой любимый гость. Человек, которого я знаю очень давно. За работами которого я залипала, когда только еще была совсем ночинашка. Человек, который спал у меня на полу дома. Даша Холодный. Привет, дорогая. Вот это тизер, да? Спала у меня на полу дома. Ну да, такое было. У кого, да? Кто еще так? Да. Вот знаете, ребята, вселенная тебя слышит всегда. Я на самом деле про Дашу вспомнила о том, что я точно ее хочу пригласить на откровенный макияж. Залезла к тебе в Инстаграм, а ты в Америке. В Лос-Анджелесе, да. И такая, вообще, что в этой жизни происходит? Как я ее выцеплю? Я в Америку не могу, у меня визы нет. Как сделать? А ты там типа год и не вылезла. Полтора года, да. И жила, да? И тут я смотрю, тут же следующая история, что ты едешь в Россию, и я тебе пишу. Как такое вообще произошло? Ты веришь в силу мысли? Абсолютно. Я всегда все запрашиваю. Да? И то, что я хочу, оно всегда приходит. А какой ритуал запроса? Знаешь, он бывает такой, что что-то случилось не очень. Там, например, раньше у меня так было с молодыми парнями. Я такая... Знаешь, какие у нас правила игры? Мы не стоим, не рассказываем, мы красим и рассказываем. Ну ладно. Не любишь правила, да? Да. Короче, раньше, если у меня... Все, я все, работаю. А если мне каким-то образом с парнем было не очень, и я понимала, что он, например, курит, я такая, все, следующий мой парень не курит. И мне потом ни один из моих следующих парней не курил. Или я такая, все, они щеброды, которые абьюзеры и прочее, мимо. И потом бах, и все нормальные парни попадаются. Там, например, не абьюзеры, и нормально зарабатывают, и супермолодцы. Ну, у него, например, там жена есть. Я такая, не-не-не-не-не-не-не. Жена, она мне нужна. Через время такая, мне нужны серьезные ребята. И знаешь, это вот так вот отсеялось. То есть я просто отсеялась со временем и понимала, что так со мной не работает. Если говорить про вселенную, про запросы, то это было, наверное, вот так, что мне хочется жить где-то в другом месте. То есть я жила уже у себя в квартире, но я понимала, что это мой второй дом. И это мой не основной. Хотя, как бы, ну, ты помнишь этот ремонт, ты помнишь, как я ее покупала, как я это все собирала. Дверки там из Иваново мне привезли, 30-х, каждую ручку из каких-то городов. В общем, ну, я жила там, мне очень нравилось, но я понимала, что нет, что это не совсем мой дом. Мы с тобой очень давно знакомы. Очень давно. Ну, точно, 10 лет, вот сколько моей дочери, потому что ты ко мне приезжала лично знакома. Ты была беременна. А, я к тебе на мастер-класс шла. Ты пришла ко мне на мастер-класс. Значит, уже 11 мы лет знакомы, представляешь? Да, сколько дочек. У меня даже фото есть, когда я стою там, дипломатили получаю. Ты тогда была уникальнейшая. Ну, как бы ты и сейчас, ну, просто сейчас так много макияжных историй. А тогда это было вот... Я не хочу говорить, что лучше, я не про это пытаюсь сказать. Ну, вот, понимаешь, ты такой глоток воздуха был, такого вообще никогда в жизни не было. Я вот с придыханием о тебе, о твоих работах, о том воздействии на меня вот говорю. Поэтому мне очень радостно, что ты сегодня у меня. Нет, ты можешь. Такой вот цвета, цвета сочетаний я никогда в жизни больше и не встречала. Мне так о многом с тобой хочется поговорить. Я вся твоя. Я вся твоя. Что мы сделаем? Ты берешь, надо чуть-чуть показывать. Ну, хорошо, давай. А что такая не страшная? Потому что это моя любимая. Потому что это моя любимая. Да. А что она у них такая? Глазки наверх. Неаккуратно. Давай я тебе расскажу, что это. В смысле, я знаю, что это за консилер, а почему такая упаковка плохая? Не ты ее такую сделала, а почему такая сделалась она? Глазки наверх. Ну, наверное, потому что она путешествовала, и я не особо... На самом деле, знаешь, если честно, есть визажисты, которые трясутся над косметикой, такие, о, пожалуйста, не пылинки, чтобы все было идеально. Том Форд в Том Форде и прочее. Если посмотреть на мои палитры, например, вот это все Сува Бьюти. Это все крем-подводки. И ты их сюда переложила, да? Да, держи. Это все жидкие подводки. Она так сказала, как будто подарила, и я такая, а потом, да нет. А вот это, держи, это все кремовые аквагримы, которые я могу нанести на все лицо, куда угодно. А вот это помады. И то есть, представляешь, сколько бы у меня было всего, если бы я это все по отдельности. Я к тебе приехала с двумя вот такими вот косметичками, с кейсом для кистей и кейсом для карандашей. Все. И я из тех людей, кто любит перекладывать, чтобы ты понимала, все мои тени выглядят и Том Форде, и не Том Форде, выглядят вот так. Я такое терпеть не могу, конечно. Да, я знаю. Я знаю, что ты ездок, и тебе нужно... Абсолютно. То есть, мне нужно минимум места, чтобы это занимало, минимум веса, но многофункционально. Поэтому свои любимые, например, базы я перекладываю вот в такие вот баночки. Это очень удобно тем, кто путешествует и ездит. Да, да. И корректор, на самом деле, это у меня единственная в своей упаковке. Все остальные корректоры у меня тоже переложены вот в такие вот кругляшки и тоже в палитрах. Но как бы там все цвета радуги, все цвета кожи, темная, светлая, какая угодно. Да, ты из Казахстана. Да. И ты училась в художественной школе. Я училась два года в художественной школе, да. Когда мне уже было много лет, я в седьмом классе пошла в художку, когда поняла, что мне хочется рисовать. Мои родители не особо занимались моим каким-то дополнительным образованием. И я пришла как-то в школу, моя подружка пошла в художку. Я говорю, о, я хочу с тобой. Я пришла к родителям, сказала, я уже была на пробном уроке, мне все понравилось. Столько-то стоит, мы будем платить из пенсии отца. У меня мой отец умер в Чернобыле, после Чернобыля. И мама второй раз вышла замуж, и, собственно, мне не хотелось обременять ее какими-то денежными вот этими историями. И я все рассчитала. Я просто говорю, все, я иду учиться, от вас ничего не надо, просто распишите, здесь все, я пошла. Так два года я там училась. А потом пошла в техникум, да? А потом пошла в колледж. А, в колледж. Да, после девятого класса я поняла, что мне очень хочется продолжать историю с рисованием. Мне все это очень-очень нравится. И сейчас посмотрим, как у нас все это ляжет. Вот, это база, это не тон. Это просто увлажняющая красивая база. А что за база? Это Клиник, Клоранс? Клиник. Или Клоранс, я не помню. У меня буковка К, она подписана. СОС, которая написана. Причем русский, русская К. Да, русская К, ну, потому что эта штучка, которая подписывает, она была с русской клавиатурой. Вот так вот. Если честно, мне не всегда важны продукты. То есть мне очень важно, как они работают и прочее. Ну, вот у меня нет заморочки по брендам. То есть я точно так же могла бы взять, например, базу Данесса, если бы я хотела сделать суперсияющее лицо. Или взять тон и смешать, но я вижу, у тебя очень красивая кожа, немножечко какие-то покраснения. Я не вижу смысла этого делать. И я тебе делаю такой тон, который я делаю себе каждый день. То есть у меня точно такая же, это же база. А потом сверху я беру корректоры. И просто локально их наношу. И все. И больше ничего. Вот. Короче, я пошла в художку. В художественный колледж. После девятого класса я ушла из школы. Я не закончила школу. Пошла сразу в колледж. Потому что мне тоже захотелось продолжать историю с художественным. Мама мне сказала, ты никогда не заработаешь на творчестве. Я сказала, я все понимаю. Я буду продавать косметику морякейс и не зарабатывать этим деньги. Мама у тебя там лидер была, да? Да, да, да. Вы, кстати, же с ней знакомы. Помнишь, она тогда тоже была на том мастер-классе. Она, короче, приезжала. Потому что Новосибирск недалеко от Петропавловска, от моего родного. И ей очень сильно хотелось посмотреть вообще, что я там делаю, чем я чик, что я там вообще, чем занимаюсь. Вот. И все. Я говорю, да, конечно, художественно, это просто чисто для меня. Это вот мое, то, чем мне хочется заниматься. И все. Так что у меня все по плану. Продержалась я там год и три месяца. И потом поняла, что, да, художественная история мне очень нравится. Но с преподами у меня случились проблемки. А почему? У нас поменялся преподаватель. И тот, который был первый, я с ним прям суперросла. То есть я еле поступила. У меня был еле-еле, вот, знаешь, балл проходной. Но за год я там чуть ли не ночевала в колледже и рисовала. И это было потрясающе. То есть мне просто, у меня повысились оценки. Там я до четверки дошла с плюсом. У меня прям вот так вот шло творчество. Мне очень сильно все хотелось. А потом на летних каникулах у нас меняется куратор и становится преподаватель живописи главным. А он старый. Ну, в смысле, он реально старый. Ну, там, 75, что-то в этом духе. И он, у него такая тяжелая жизнь, то, что он на флоте служил, он очень много рисовал, он приходил в эту Петербургскую академию с чемоданом набросков, а в итоге выбирали только один или два. Ну, то есть, понимаешь, какая у него вот сложная жизнь и вообще, как он это грыз реально гранит вот этого творчества. И такое ощущение, что он хотел как будто бы на нас, на студентах немножко отыграться. И когда у нас были свободные дни или там пары, или просто окна, и я занималась чем-то другим, он приходил и просто морально мне носил в серии. Дело живопись, живопись. Ах, ты негодная девчонка, я тебе сказала, дело живопись. Ты почему такая капризная? Я говорю, блин, моя свободная, мое свободное время, что хочу, то и делаю. Я не люблю, когда мне указывают. Это прям сразу, глазки наверх, это прям сразу обречено на неудачи, то есть такое поведение. И все, и потом, короче, он мне доконал так, что, или я его доконала своим молчанием и послушанием, что он закинул в меня книгу большую при всем классе. Я ничего не сказала и просто перестала ходить. Мама это увидела и говорит, ну что, с художеством закончилось? Я говорю, да, все, я больше не пойду туда. Он говорит, ну все, он потом ей звонил и говорил, что я очень талантливая, но усидчивости мне не хватает. На что он сказал, да, без проблем, тогда забираем документы. Вот, и в свой день рождения, в мой день рождения, я пришла в колледж, что в ноября забрала документы, а в это время мои одногруппники купили мне тортик и ждали меня праздновать. Вот, то есть у нас была такая традиция, а я не пришла, потому что я уже ушла, короче, вот. Но я за это очень благодарна вообще, за этот опыт. Потом, да, я пошла в техникум, в шарагу. После этого, да? Да. Ну, то есть я, это был ноябрь, мама говорит, что ты будешь без работы, пойдем ко мне, она занималась в моряке, и пойдем ко мне в офис. Даша, все, чтобы вы понимали, все через палитру работает. Я могу и через руку, в зависимости от того, что я буду делать. Потому что если... К этому нормально относишься? Абсолютно. У меня есть такие штучки, которые клеятся на руку. Ты знаешь про них? Американка. Могу подарить. Хотишь? Хочу. Бери. Дереться все. Не, мне зачем все? Хорошо, ладно, одну мне оставь, а вторую потом выпустишь. И шик, икс, гадов мейкап. Спасибо. Очень классные штуки, на самом деле. То есть просто есть продукты, вот, например, вот этот корректор, который ты зашимила насчет того, что типа что-то... Я согласна. Он столько стоит, но пластиковая упаковка, которая царапается, она выглядит ужасно. Когда он новый, он потрясающий. Цвета, текстура, все супер. Но вот именно упаковка с точки зрения... Она даже легкая, ну то есть дешевая. Да, да, то есть она непрактичная, очень. Это не грязная, чтобы вы понимали, это чисто, это просто вот она так выглядит. Да, и вот этот продукт, он именно носится через руку. То есть его нужно именно пальцем согреть, нанести. То есть я его сначала согрела пальцем, нанесла тебе, а потом кисточка растушевала. Так много продуктов. Да, и очень много продуктов. И, к сожалению, бывают клиенты и визажисты, которые только через палитру, я такой супер молодец, но они просто теряют свойства продукта и все, таким образом. Короче, я перехожу дальше к корректорам. Корректоры, кстати, у меня твои. И смотри, они уже тоже у меня пожившие такие. Не бережешь ты. А я считаю, что кисти... Конечно. Слушай, посмотри... Ну здесь у меня ничего и выберешь. Да, а посмотри на кисточки. Это вот те кисточки, которые... У нас тоже есть история с тобой, как они появились. То есть, видишь, вот эти пометки, это значит, что мои студенты еще этим пользуются. Моей школы нет уже два года в этом году. А ими пользовались студенты каждый месяц. И они до сих пор живые и прочее. То есть, я к косметике и к кистям отношусь как к рабочим лошадкам. Они должны отрабатывать все. Как бы такая вот история. Короче, мама меня попросила, чтобы я поработала у нее в офисе. Так как она моряки-лидер, там у нее очень много было переписок, доставок, клиентов. И она сказала, давай-ка, что ты будешь болтаться без дела? Давай-ка ко мне. Я говорю, ну давай-ка. И, собственно, у меня там была очень хорошая школа по тому, как общаться с людьми. Да, да. Холодные звонки. Моряка это умеет. А когда тебе, мне тогда было лет 16, я не знаю, ну то есть, не было еще 18, для меня это было, конечно, что-то интересное и новое. И мама у меня очень жесткая в какой-то степени. То есть, она говорила всегда, что нет задачи, которую ты не можешь сделать. Ну то есть, не надо ко мне приходить с результатом, типа, я не сделала, мне это не интересует, иди и сделай. Как хочешь, так и делай. И за это я ей благодарна. Это очень жестко. Я очень долго прорабатываю это с психологом, но я понимаю, что не было бы меня такой, если бы не моя мама в какой-то степени жестковатая. Вот. И я сейчас, ну, понимаю, что нет ничего реально невозможного. Вообще нет ничего невозможного. Просто почему-то тебе выгодно это не делать. Вот и все. То есть, вопросики к себе, в первую очередь, почему ты это не делаешь. А не к миру, то, что, ой, я родился не в той семье, не в той среде. Колледж, значит, у меня не был не такой, а вот такой, тому-то повезло. То есть, знаешь, мне кажется, что люди, которые ситуют на вот на жизнь, ситуацию, еще что-то, у них очень много времени свободного. И если бы ты занимался любимым делом, ты бы никогда не обсуждал ничего. Ни продукты чужие, ни жизнь личную, ни работы. Ты бы занимался своим делом, вот, знаешь, со страстью. И тебе даже некогда, вот, что, как. Я вообще не в курсе, там, что у кого происходит, узнаю благодаря своим, там, студентам. То есть, они мне периодически рассказывают какие-то, вот, новости и прочее. То есть, я вообще не слежу за миром, типа, что там у нас происходит в индустрии и прочее. Ну, за хейтом, да, за миром, да. Да, да, то есть, вообще, абсолютно. То есть, когда иногда ко мне приходят, то, что, о, ты знаешь, там, Джонни Депп, я такая, окей, я знаю Джонни Деппа, я не знаю эту женщину, они развелись, почему весь мир это обсуждает, всему миру нечего обсудить, как бы, свою какую-то жизнь. Ну, то есть, мне непонятно. А как ты переехала в Москву, как ты решила это сделать? Ты же жила в Казахстане, вырваться из небольшого города, когда тебя затягивает, когда тебе мама дала работу, это же очень сложно. Да ты знаешь, у меня было так, что я начала делать макияж как раз в то время, то есть, из-за того, что я работала у мамы, из-за того, что у мамы было много косметики, и у меня был доступ к прямой косметике. И еще в раннем возрасте, лет так в 12-13, она меня отправила вот в эту школу морякей для себя, где тебе рассказывают, вот это лицо, это шея, это руки, у нас кожа разная. Здесь, значит, надо умывать два раза в день и увлажнять, даже увлажнять, и даже утром надо умывать. Я такая, зачем макияж утром, я не понимаю. Ну, то есть, вечером логично, а утром зачем? И они вот этому всему обучали, плюс рассказывали, что такое декоративная косметика. У мамы был план, я была пацанкой, я каталась на скейтах. Ну, ты примерно видела меня как раз в то раннее время. Сейчас мама очень радуется, а тогда она мечтала, что я буду, знаешь, в рюшах, кружевах, каблучки, в дате платьице. И она меня туда взбыхнула с той идеей, что мне понравится косметика, начну использовать для себя. Мамин план не удался, потому что я начала красить подружек. Подружек мне было красить интереснее, чем себя. И все. Знаешь, как модели у меня чешутся? Я им даю ватную палочку, они делают так. И Наташу. Но мне там сильно чешутся. Очень. Жанно, ты вот так тогда походи по часу. Короче, я начала делать мейк. И так я влилась в мейк не специально. А когда я ушла с художки, у меня вот эта вот, знаешь, потребность рисовать, она осталась. А так как на, еще к чему, еще все привело, вот этот скандал, ну это не было скандалом, ну короче, я не могла больше рисовать на белом листе бумаги. То есть у меня вот боязнь чистого листа бумаги. То есть раскраску там какую-нибудь сделать, окей. Лицо прекрасно, потому что у лица есть глаза, нос, то есть какая-то форма. Объем рельефа, да. Да, я могу просто улучшить, я могу все стереть, я могу сделать там что-то сочное. Ну то есть у меня уже есть какая-то данность. То же самое с керамикой. То есть у тебя есть глина, которая имеет форму, и ты можешь ее как-то там лепить. Но чистый лист, у меня прям вот страх. Нам так краситься надо сейчас. Ну мы быстро накрасимся, ребят, вообще. Садитесь поудобнее. Короче, я начала делать мейки активно именно поэтому. И ты на моряке, да? Да, и на моряке. Ну я тоже, помнишь же, я же тоже с моряке нечла. И на моряке. И тоже лидером была с мейкой. Да-да-да, я помню. И потом случилось так, что я поняла, что просто красить клиентов в салонах мне вообще не интересно. Потому что вот я их накрасила, да-да, я работала в салонах, то есть первые свои пять лет работы там или сколько-то. Пять лет? Да, в Казахстане. И это были салоны. И это, прикинь, ты вот так вот в три погибели, все это ужасно. И это было как бы на секундочку, сколько там, 15-20 лет назад. То есть тогда не было лицевых ламп. Не было. Никто ничего не... У меня в Казахстане, кроме моряки, рефлейм и эйвен, больше ничего не было. У нас был один визажист, который привез с собой Криолан. И все такие, о боже, вот это супер, вот это да, вот это невероятно, что за визажист. Понятно, почему она стоит столько, тысячу рублей она брала за мейк. А я брала 200 рублей или 250, что-то такое. Ну, короче. И я поняла, что мне неинтересно вообще красить невест. Мне хочется что-то оставить для себя, это Данесса. И это мультипродукт, который ты можешь использовать как хайлайтер, как... И знаешь, чем мне он нравится? То, что он маленький. Красивая упаковка. Да, ну вот видишь, чуть-чуть... Ну она дорабатывает, она очень крутая тетка. Я с ней лично знакома. А мы с ней большие друзья. Так что... У меня, кстати, был первый человек, который привез меня в Нью-Йорк на мастер-класс. Прикинь, я только выучила английский. Ну как выучила, его же нельзя выучить. Но я только бег-мег начала что-то говорить. И мы с ней встречаемся здесь, там, второй-третий раз в моей жизни. И она говорит, ты хочешь быть на сцене? Я говорю, хочу. Она говорит, хочешь в Нью-Йорке на сцене, на вот это большое мейк-ап-шоу? Я такая, хочу. Она говорит, ты будешь. И потом она мне пишет, такая, все, приезжай. И я такая, что? У меня вот сейчас даже мурашки. И я приезжаю к ней, и я такая, hello, I'm Dasha from Russia. I will show you something special. И все, from Russia. Это был мой максимум. Это было вообще, вообще невероятно. И, короче, я представляю. Сейчас еще поговорим. Да. Сейчас мы из Казахстана уедем и доберемся до Америки. Да. Короче, смысл с Казахстаном был в том, что я ищу красную помаду. Вот, я думаю, что я возьму твою красную помаду. Класс. Смысл был в том, что я внезапно поняла, что я не хочу работать с невестами, что мне интересно работать с фотографами. А фотографов в Казахстане практически нет. Все они снимают не так, как бы я хотела. И я начала просто смотреть, а куда мне податься. И я открыла журнал Hair, где начала смотреть, какие школы есть макияжные, какие вообще, что есть. Это помада, если что, ребят. Это моя любимая техника. Даша никогда не использует продукты по прямому назначению. У меня сегодня на губах были твои тени. Вот где они? Вот эти. Но потом я перекрыла их помадой увлажняющей. Но они очень классные. Я их, кстати, очень часто как помаду использую. Вот. И все. И я вот так вот посмотрела, что есть либо Питер, либо Москва. В Москве как-то больше движухи. И я такая все. Ты без предварительной проверки города. Я никогда не была в Москве до этого. Я приехала первый раз в жизни уже сделанным гражданством. То есть настолько я была увер... Знаешь, как будто мне кто-то сверху нашептал, типа, будет сложно, но ты прорвешься. Точно так же про Америку было. То есть ты из Казахстана уже в Казахстане сделала гражданство? А как так можно было? А тогда был год Казахстана в России и наоборот, и была упрощенка. И можно было за 3-6 месяцев сделать гражданство. И я такая, я точно не вернусь. Ну, то есть как бы это даже не обсуждается. Я точно не вернусь, поэтому все. И я такая, мам, пап, я, короче, собираюсь сделать гражданство. Они такие, ну, как бы, если тебе надо, ты и занимайся. И я девочка. Мне было, типа, тогда 18-19 я всем этим занималась. Я в 19 переехала в Москву, и 20 лет у меня в Москве исполнилась. И я сама этими всеми бумагами занималась. И я сейчас смотрю на это, вспоминаю, думаю, как, как я вообще, ну, додумалась, вывезла. Сколько лет назад это было? Сейчас скажу, сколько. Ну, это не к разряду, сколько тебе сейчас лет. У меня сейчас 34. Мне было тогда... 14 лет назад? У меня тогда было 15. В 19 я переехала. Ну, я про приезд. Да. 15 лет назад? 15 лет назад, да. И когда я в Москве жила... Подожди, вот ты села на поезд, ой, на самолет. Нет, это поезд, не самолет. Из Петропавловска невозможно улететь. Ага, села на поезд. Одна, без мамы. Или мама привезла? Нет, одна. И мама такая тебе, до свидания, доча? Ну, это было так. Или она такая, ну, попробуй. Нет, она сказала, если что, ты знаешь, если что, мы тебя ждем. Если что... Очень правильно. Мы тебя ждем. И я всегда знала, даже сейчас я знаю, что если что, есть моя комната, где все так же, ничего не поменялось, и я как бы могу вернуться, если что. А я знаешь, какая хамка? У меня только сын съехал в 18 лет, я сразу там в гардеробную сделала. Ну, тоже неплохо, в принципе. Но я знаю, что он как бы не вернется. Не вернется, да. Ну, это тоже, ну, как бы это парень. Камон, а я девочка была. Девочки с чуть-чуть другие истории. Вот это как раз тот самый жидкий хайлайтер. Данесы. Да. Мне как только пришла бумажка о том, что ты можешь ехать менять гражданство, я приехала в Россию, получается, отдала свой казахский паспорт, его этот через шредер. Да. Да. Ну, то есть его измельчили, уничтожили, дали мне российский паспорт. Я пересекаю вечером границу, приезжаю обратно в Петропавловск и тут же покупаю на следующий день билет в Москву. Единственное место около туалета. Вот это вот самое нехорошее. И звоню маме, я уже жила тогда отдельно, говорю, мам, я завтра в 5 вечера уезжаю в Москву. И она такая, куда-куда-куда-куда-куда, в смысле в Москву? Давай, может, не надо? Ну, то есть мама испугалась очень, потому что никто серьезно не воспринимал, что я уеду. А у тебя там было уже что-то? Тебя кто-то ждал? Не совсем. То есть я, когда изначально планировала, у меня там вообще никого не было. И я просто набирала ВКонтакте, тогда был контакт, в поисковике. Я искала фотографа Москва, искала всех, кто мне выходил и писала им. У меня даже есть эти сообщения. Сколько ответила человек? Очень мало. Очень мало. Ответила человека три. Ну, то есть это были сотни людей. Ты в день можешь не больше сорока написать. Я тебя понимаю, потому что когда я понимала, что я переезжаю в Новосибирск, я делала точно так же. Да, да. Короче, это был просто... Ты знаешь, я вот сейчас у меня курс заканчивается уже онлайн, мейкапбоссе, про то как раз, как вообще свою карьеру начинать, как планировать вот эти стратегические действия. Потому что нас же никто не учит, а что после того, когда ты научился красить. Типа, что делать, куда идти. И я как раз ребятам рассказывала, как ставить вообще, как считать стоимость макияжа, что туда вкладывать, когда повышать, как писать. И я им показывала в качестве примера то самое письмо, которое я всем прислала. И там с ошибками. Привет, я Даша из Казахстана, делаю бодиар. Бодиар кому вообще нахер никому не нужен был? Я вот делаю бодиар, давайте поснимаем, а вот еще работают. И, короче, запятые, восклицы, короче, там просто такое. И я сижу, думаю, я бы тоже не ответила. Ну, то есть я сейчас понимаю, что я бы тоже не ответила. Но тогда мне было важно делать эти действия, на которые ответила 3-4 человека, с которыми мы реально поработали. И все, глазки наверх, наверх. Да, и в итоге настал день, я собираю чемодан, еду. А у тебя было куда ехать? Я тогда была такая штучка, называлась она «Соседи». Это типа от одноклассников проект, где ты можешь найти соседа, с кем ты хочешь жить вместе. И вы вот вместе ищите дом, квартиру, что-то. Я нашла так парня, с которым я планировала дальше жить. И фишка в том, что за две недели... Парня, не девушка. Ну, так случилось, что я парня нашла, да. Мне вообще пофигу было, в принципе. Парня, девушка, кого угодно. И за две недели до моего переезда я в гос. Вот этих органах, где там последние справки, сталкиваюсь со своей теткой родной, с маминой младшей сестрой. И она говорит, что здесь делаешь? Я говорю, я в Москву перезжаю. Она говорит, так мы тоже переехали. Я такая, в смысле? Она говорит, мы всей семьей переехали вот пару месяцев назад. Я такая, я тоже еду. Она говорит, ну, давай я тебя встречу. И в итоге именно она меня встретила. В шесть утра, в пять сорок утра с поезда. Везет меня по проспекту Мира. И такая, вот это самая красивая улица. Не по закоукам, типа, самая красивая. Вот это проспект Мира. А я такая, блядь, что он такой широкий. Он такой уродливый. А, представляешь, 8 марта я приехала, чтобы ты понимала. 8 марта. И вечером у меня уже была работа. Бесплатная, правда. Но она была. Я накрасила, типа, человек шестнадцать-пятнадцать этих моделей, в кавычках, за два часа. Я сдохла просто. Ну, короче, это было очень интересное начало. Я жила сначала с теткой, первые, наверное, месяцев шесть. А потом уже съехала к девчонкам, кому-то там, потом немножко скиталась. Еще немножко, еще немножко. Вот. Такие дела. Вот. Очень весело было. По ночам. Бутафория. Да, я знаю, украсть надо. А как ты начала с мастер-классами ездить? Это же такая веха в твоей жизни была. Это же так много ты путешествовал. Мне кажется, ты иногда домой не заезжала. Вот как раз один из тех периодов, когда мы с тобой борщ на кухне ели, я ночевала у тебя. Это был как раз тот период, когда я... У меня типа восемь мастер-классов за неделю... Ой, за месяц, слава богу, не за неделю. За месяц. И я просто приезжала, перепаковывала и уезжала. Самый мой первый мастер-класс был в городе Нижний Новгород. И они меня сами позвали. Мой мастер-класс двухдневный. Я назначила цену 15 тысяч рублей за два дня с отработкой. Я тогда только прилетела после первой моей выставки в Лондоне, на которой я приехала учиться и, короче, смотреть. Я привезла неоновые всякие штучки. И мне так хотелось поделиться со всеми. Я такая, сделаем ребятам. Я уже ушла из МАК. И мне просто хотелось... Да, ты же в МАК работала еще. У меня такая насыщенная жизнь. Я боюсь, что нам не хватит. Так, мне сейчас нужно вытащить все, что я хочу использовать, чтобы ты меня не расспрашивала, не сбивала вопросами. Это вот она пользуется, понимаете, шик вот у нее. Кстати, карандаши у меня твои любимые. Вот, это то, что у меня в Америке. То, что я пользуюсь в Америке. Вот. И у меня, кстати, вот этот мой самый любимый. Это самый любимый, самый классный. Вот для Каяла, чтобы... Если что называется, он 03 Муза. Мьюз. Он стойкий, классный для Каяла. И вот когда нужно невестам немножко сделать прищуп, но не агрессивно. Великолепно. Вот, может быть, мы его тоже будем сегодня использовать. Я просто обычно рассказываю, что я делаю на мейках, а не про жизнь. А у нас другая история. И это, конечно, отвлекательно. Как ты вообще вот решила, что ты должна пойти в МАК? Хотя давай, Лондон закончим. С мастер-класса. Смотри. Да. Мастер-класс мне они сами написали и позвали. Да. Если говорить про дизайн человека, кто-то, возможно, зрители знают. Знаешь, что я про дизайн человека? Вот эти. Вот. И я очень корректно, в принципе, жила и живу свою жизнь. И меня позвали. Закрываем глазки. Все очень классно у нас там прошло. И там был потрясающий мальчик-видеограф, который все это красиво записал и смонтировал весь мастер-класс. И это случилось просто вирусным видео. То есть все резко захотели. Меня позвали в Киев потом. Потом позвали в Новосибирск, где мы с тобой познакомились. Это был мой третий мастер-класс вообще ever. Так все хорошо прошло вообще. Очень хорошо. Ну, то есть у меня нет никакой подготовки к сцене, у меня нет подготовки речи, ничего такого. То есть я просто как-то вот, знаешь... И мы тогда в студии Максима. Это был мастер-класс в студии Максима. Представляешь? И ты не представляешь, как там я приехала. Я приехала, я еще тогда первый мой самолет был. Я не знала, что там время другое. И чувак, который организатор, он был на рыбалке. И я два часа такая или четыре. Короче, разница у нас четыре часа, по-моему. А ты ему другое время сказала, да? Я ему сказала другое время. Он не проверил. И я ему звоню утром. Он говорит, блин, я еще на рыбалке, я еще не приехала. И я такая, окей, что же мне делать? Он говорит, ну, там вот есть отель. И я до этого отеля с чемоданами доперлась, закрываем глазки. В общем, это было такое. И в этот же день у меня мастер-класс. Вот, чтобы ты понимала. То есть никаких отдыхов, что я даже не понимала, что можно попросить, чтобы я приехала на день раньше и на день позже уехала. То есть это все с опытом пришло. Вот. И все. И очень классно прошли мастер-классы. И уже на тот момент меня начали просить какие-то люди, чтобы я дала какие-то индивидуальные обучения и прочее. И как-то вот так вот пошло все, что я давала мастер-классы. У меня получалось классно. И оказывается, классные программы. И оно очень информативно. То есть... Ты до этого в МАК работала или потом пошла в МАК? Я до этого работала в МАК. МАК – это был второй год моей жизни в Москве. Я первые полгода ни копейки не заработала. Потратила только все свои накопленные деньги. А на что жила? А я до этого год... Ну, как бы я же очень... Готовилась. Да, я готовилась. Я работала в ночном клубе официанткой и делала боди-арты, глазки наверх. И копила денежку. Вот. И вот на эти накопленные денежки я приехала в Москву. Еще папа мне дал на обучение. Угу. В школе Марины Янгельяной, которой уже сейчас нет. Вот. И обучение у нее тогда стоило... То есть, представляешь, там, сколько это? 15 лет назад 80 тысяч рублей. То есть, вообще-то, как бы и для сейчас это нормально так стоит. И я когда при... То есть, я ему рассказала о том, что я туда хочу. За год он отложил эти деньги. Не сказал мне ничего. Очень, да? Да. Ну, мой папа, да. Он мне как бы... Он папа стоит. Да, это мой папа. Мой родной папа у меня есть и есть мой очень папа, да. Вот. И получается, что вот я уже уезжаю, на перрон встаю, у меня в кармане 40 тысяч рублей, которые я заработала по ночам, работая в ночном клубе. И вот он меня уже провожает на перрон, подъезжаем, и он мне протягивает конверкер. Говорит, это тебе на обучение. Вообще. То есть, он мне ничего не говорил до этого. И я такая... Вот он папа, он прям классный мужик, ты понимаешь? Вот он прям никогда не словом, а делом. Вот прям то, что я ценю в парнях, прям очень-очень молодец. Вот. И, естественно, эти деньги я не потратила на обучение, потому что... Ну, я приехала спустя год, получается, закрываем глазки, посмотрела курс, что там есть, поняла, что я это уже все знаю, что я уже отработала за этот год и даже больше. И я просто взяла в школе-отелье, это команда Натальи Павловой, по-моему, если я не ошибаюсь, просто так давно было, я взяла три индивидуальных урока. И я пришла на эти уроки, и я ничего нового для себя не узнала, кроме того, что у меня говнокисти и говнокосметика. И все. Ну, потому что я... Потому что они продавали кисти и продавали косметику. Да, да, ну, как бы, у меня, правда, были не очень кисти, то есть они были срезанного, борса, собранный, ну, как бы, дешевые кисточки для себя. И косметика у меня была вообще не соответствующая требованиям косметики, которые нужно использовать для съемок. То есть она вообще не так работала, как бы надо бы. И все. Я это поняла. Я такая, окей, ладно. А так, в принципе, крашу-то я нормально, оказывается. И все. И на тот момент, спустя полгода, когда я просадила все деньги, купила иерограф, купила краски для бодиарта, съездила в Питер на конкурс. Заняла там какое-то место в конкурсе бодиартов и прочее. На тот момент, осенью какого-то года, уже не помню, девятого или восьмого, я пошла в МАК. И я подумала, что мне нужно зарабатывать деньги. И надо бы в МАК попробовать, потому что они классные. И эта косметика офигительная. Но они меня не взяли. Потому что у меня были недостаточно черные джинсы. И там я что-то не поняла, какое-то задание. Ну, в общем, они такие so sorry. Я такая, вы про себя, думаю, об этом пожалеете. Вы даже... То есть у меня такая была вера в себя. Я так была уверена, что я, блин, нахер всех порву. Ну, не физически. Я поняла, да-да-да. Вы потом будете жалеть об этом. И реально через полгода мне пышут ребята из МАК о том, что приходи, пожалуйста, к нам работать. И я такая... Чё, почём? Ну, не знаю. Смогу ли я? Я такая занятая. У меня тут вообще съёмки и куча работы. И я сама плачу за квартиру. И у меня даже есть бюджет по 15 тысяч в месяц сливать просто на косметику. Ну, то есть я очень поднялась за короткое время. Они такие, 15 дней в месяц, два через два, будешь меняться, съёмки мы за съёмки, косметика вся в твоём распоряжении, 24 на 7, у нас обучение, мы дарим... И, короче, у меня обучение, понимаешь? Обучение тебя... Да. То есть они у нас... То есть они в боль, да, в твою спинули? Они попали в боль. Притом у меня началась аллергия, я говорю, я не приду. Ближайшие две недели я приду чуть позже по собеседнику. Они такие, нужно накрасить модель, там, та-та-та-та-та-та-та. Я такая, окей. И тут у меня начинается аллергия. Я говорю, нет, две недели, дайте мне восстановить кожу, потому что я не могу... То есть у меня прям там язвы были. Я не могу с такой кожей прийти в косметический бренд, как бы работать. И проходит время, беседу, не надо никого красить, просто приди. И я такая, ну, еще через недельку. И они такие, в черном, просто приди в черном, в 3.00. Я прихожу не в черном, потому что я со съемки, с какой-то космосом, а не волосами. То есть какая-то у меня страшная прическа была. Еще остатки язвы, которые я пыталась припудрить. То есть ужасно я выгляжу. Я опаздываю, не в черном. С рюкзаком там, урограф, со съемки. Я прихожу для того, чтобы подать свои документы, сделать заявление. И меня встречает девочка на кассе, Настя Сорокина, которая сейчас там, я не знаю, сейчас она работает в МАК или нет, но она, в общем, очень многого достигла там. И она говорит, а вы на должность кассира? И я такая, блин, я так плохо выгляжу, что меня только на кассира могут взять. Черт. Вот. И я говорю, нет, я, короче, вот в МАК. И меня ведут к Яне Бекташевой, к другой девочке, которая, в общем, принимала их двое было супервайзеров. Я она такая, ну, давай сейчас мы дадим тебе модель. Кисти. И я такая, мне сказали, мне ничего не надо. Они такие, а ты кто? Я говорю, я Даша Холл. И они такие, а, вот документы подписывай. И я такая, так, подождите, а почему я должна их подписать? Расскажите мне вообще, зачем я должна у вас работать? И она такая, ну, и вот началась вот эта презентация. И когда я услышала, что меня будут учить, и что МАК, это тот бренд, который работает на Fashion Week, ну, то есть они прям попали в ту мою боль, потому что я уже смотрела Fashion Week, я уже следила за Кабуки, я уже смотрела, что там снимается Севернглайн. Ты же с Кабуки работала, да? Да. И, короче, и они прям попали, я такая, я вся ваша, и на самом деле я была супер продуктивная. То есть мне, я ни одну зарплату с МАК работы не сняла за полтора года работы, чтобы ты понимала. То есть я настолько, я тогда не ради денег ходила, я просто ходила, что... А что ты с этими деньгами потом сделала? Это была моя первая подушка безопасности. А, это просто, это были мои первые просто деньги, которые, ну, как бы я зарабатывала, то есть у меня не было выходных, я работала в выходные, на съемках, я делала, ну, то есть у меня постоянно что-то. Закрывай глаза, я вот держу. Вот, да. И, короче, мне прям было очень все это интересно, я пришла туда не для того, чтобы, ну, как бы, а как ушла? Ушла, очень тоже интересно. Меня хотели дальше продвигать в тренера, я, в принципе, уже даже была готова и созрела, я даже думала, что, может быть, я перееду в Нью-Йорк и буду там, значит, тоже тренером и в МАК, и мы даже это обсуждали, и все было классно, у нас был классный новый супервайзер, который был супер, открываем глазки, суперопытный, Люба Морозова, с которым мы супер подружились и закрываем глазки, и, значит, я работаю в МАКе, полтора года, все замечательно, и тут к нам приезжает с мастер-классом Рэшар, то есть обучения у меня как такового не было, у меня нет никакой базы, я самоучка, но я очень много бабок вложила в свое обучение, то есть я ездила по миру, везде, то есть вообще, типа в Лондон визу получили, чтобы попасть на выставку, где будут выступать кабуки, да, вообще, конечно, то есть для меня не было каких-то стопов для того, чтобы вкладываться в себя именно с точки зрения обучения, и я, естественно, иду к нему на мастер-класс, это Хэллоуин, я работаю в МАК, это моя рабочая смена, и я говорю, ребята, пожалуйста, отпустите меня на первую половину дня, вечером я приду, все отработаю, короче, в парт-тайм, ну, в самый ход пик, я буду, глазки наверх, и они такие, ну, окей, и я иду к нему, и он рассказывает, как он когда-то ассистировал к Абуке, на секундочку, сейчас, в этом январе, мы вживую нормально познакомились с Рошаром, обедали, ужинали, встречались на мероприятии, то есть спустя вот эти года мы с ним познакомились как личности, не как я пришла к нему вот на встречу, типа на мастер-класс посмотреть, а реально вот как, ну, то есть, насколько маленькая штука планеты, и как вообще ты не знаешь, когда ты с кем встретишься, это очень интересно, очень прикольно, и вот он рассказывает, что вот я работала с Абуки, вот мы красили вот, вот это, вот это съемка для Vogue, вот там еще что-то, еще я красила того, и я смотрю и думаю, это же то, зачем я переезжала в Москву, а уже прошло два с половиной года, как я в Москве, а я, типа, клиенты, съемки, жанровые фотографы, то есть не фэшн, не бьюти, то есть что-то там, какие-то есть креативные штуки, но все равно не то, и я понимаю, что я просто сижу и трачу свое время, а жизнь такая короткая, и когда я вообще, ну, как бы моя цель была другая, я просто за вот этот эми шурой, как белка в колесе, потеряла свою цель, и я просто прихожу вечером на работу в МАК, пишу заявление, даю своей девчонке менеджеру, говорю, ты можешь мне, точнее, я не пишу, я говорю, я наушку, ты можешь мне распечатать заявление на увольнение, она смотрит на меня, такая, наконец-то, я так ждала, и она мне распечатывает, я пишу, и все, и с этого дня я не работаю, и началась моя новая глава, когда я начала ездить. И сколько ты лет, два года, да, работала? Полтора, полтора, да, я ушла на Хэллоуин, то есть, кстати, это было перед моим днем рождения, то есть, что-то я как-то люблю ходить накануне своего дня рождения. И ты начала с мастер-классами ездить? Я начала, я начала делать съемки, я просто начала смотреть фотографов, которые снимают фэшн, и вот оттуда все потянулось, потому что я перестала делать лютый креатив, я начала делать что-то такое, что вот на стыке фэшн, в то же время красиво, то же самое бьюти, при этом ярко тоже, цвет, очень много цвета, очень много яркости, вот это вот все, да, и потом меня начали звать с мастер-классами, потом ко мне начали тянуться люди, и говорит, а давай-ка ты меня обучишь, а может быть, у тебя есть курс, и я такая, ой. Мне кажется, я тебе около двух, да, мастер-классов? Двух или трех, даже двух. Двух или трех, мне кажется, да. Каждый раз я приезжала, у тебя было еще больше и больше пространства. А помнишь, у нас однажды такой вечер был, ты очередной раз не в гостинице остановилась, а у меня? Да. Это не из-за экономии было, кстати, денег? Абсолютно нет. Хотя может быть, ну не помню. Я не помню, но, знаешь, на самом деле мне, если сейчас ты меня позовешь с мастер-классом и спросишь, ты где становишься у меня дома или в гостинице, я скажу, я хочу у тебя остановиться, потому что, когда ты в гостинице, это, конечно, классно, что ты можешь отдохнуть, никого нет, но это же так важно, то есть ты же не просто человек, да, какой ты там организатор, ты для меня очень важный человек, и мне очень важно вот это время, в котором мы проведем время, поболтать, поговорить, и поэтому я лучше скажу, да, конечно, я с удовольствием остановлюсь у тебя, потому что я все та же девчонка, мне вообще спокойно спать и на полу, и на диване, и как бы... Ну, мы на самом деле не спали, потому что я тебе... Я поняла, что Даша загнанная, а я вообще про бизнес всегда была. О, да, это та самая история. И я просто Даше сказала, ты хочешь спать, потому что в 5 самолет, или мне тебя сейчас поучить? Да, или мы поболтаем. Я говорю, давай, доставай свой борщ, и мы на кухне сидели, и ты спрашивала, как дела? Я говорю, у меня очень много мастер-классов, я хочу квартиру, я зарабатываю на квартиру. И Наташа, тот самый человек, который сел и на салфетке мне расписал бизнес-план моей школы, это было лето, это было июнь или июль, в сентябре я уже нашла помещение, 1 октября я уже делаю ремонт, а 6-го у меня было большое открытие, и я позвала на мастер-класс первый раз, Слава Чайка приехал в Москву, Сэм Щавлев, который вообще тогда не преподавал ничего нигде, и вот мы втроем делали креативный мастер-класс, это было первое событие в моей школе. И ты так школу открыла? Да. Я дала понять на цифрах, Даши, что можно в одном месте собирать ребят, которые хотят и так к ней приехать, не гнаться за всеми, я их ей показала на цифрах, что это будет сильно ей выгоднее. Да, экономия энергии. Именно. И все будут довольны, потому что у меня и так была куча людей, там армия, я не знаю, желающих, а так, организовывая курсы, более продуктивно можно было бы их обучать, при этом еще и команда, которой я бы делегировала какие-то заказы. Да, мы об этом тоже разговаривали. У нас с Дашей давняя история. Давняя история. И очень важная, да. А кисти? Как у нас случились кисти? Тоже. Короче, второй мастер-класс мой на Сибирске, я приезжаю к Наташи, в Наташину школу, первый мастер-класс, который она организовывает, и все мои кисти я уже преподавала на мастер-классах и на отработках часто брали мои кисточки. И их постоянно я теряла. То есть они же все одинаковые у всех были. Я их всех взяла и покрасила синим цветом, синюю ручку. И ты такая, и у тебя уже были кисточки вовсю, и ты говоришь, давай сделаем коллаб, я сделаю тебе синюю ручку. Я не помню. Да. Я такая, вау, серьезно? Я открываю школу начинаем придумывать какие кисточки, какие формы и все такое. А потом я говорю, блин, Наташ, не хочу коммерчески это делать, хочу просто для себя. Хочу просто, чтобы они были. Поэтому можно, как бы, я все это сделаю одна же. Ты такая, твое дело, твои кисти, твоя душа. Это было предложение. И я такая, вау. Ну, то есть, смотри, в чили дэш ты мне подтолкнула, в кистях ты меня подтолкнула. Что будет следующее, непонятно. Сейчас пока все стандартное. Обычный, скучный коричневый макияж. И на самом деле, вот то, что я сейчас люблю и то, что я в себе открыла, это когда можно в ежедневный мейк добавлять какие-то креативные штучки. То есть, не обязательно делать что-то люто креативное. Можно сделать просто какую-то деталь красивую в обычный макияж. И все. То есть, например, у меня сейчас это серебряные вот эти вот акценты. Все. А у тебя будет база коричневая. Вот я сейчас с ней заканчиваю. А дальше мы будем добавлять креативный элемент, который будет все собирать. Даша, ну понятно, ты все могут посмотреть твою историю. Вообще, как ты оказалась в Америке? Ууу, случайно. Я слышала только про какую-то лютую историю с каким-то шарлатаном, который кинул тебя, все, забрал все твои деньги, все твои накопления. Я чуть не вышла замуж. Альфонс, да, какой-то? Да, я чуть не вышла замуж. Короче, я выгорела в 2021-м. Все лето я страдала. Так, мне нужен карандашик с щеточкой. Все лето я страдала, и поняла, что я больше не могу тащить на себе школу, что мне очень сложно. И я 7 лет школы, там, или сколько я, и я за это время ни разу не была в отпуске. Ну еще же и пандемия подорвала. И пандемия, да, очень сложно было вообще в принципе. То есть, знаешь, когда ты приезжаешь, я приехала тогда, учила английский в Лондоне, потом Fashion Week, я приезжаю, то есть, меня нет там в стране, грубо говоря, там 4 месяца, я приезжаю, школа моя как-то там существовала это время, и тут бах, случается пандемия, и мне нужно как-то платить зарплату, у меня офис, у меня студия, короче, ну это было очень сложно, очень жестко, пришлось прям на коленке придумывать, что как, но как бы все случилось хорошо, и у меня даже, у меня получилось так, что преподавателям я платила больше, чем там, даже если у нас минимально, то есть, я прям все делилась с ними, и фишка вот этой ответственности, неожиданной, супер активной, супер жесткой, она меня, конечно, очень сильно подрубила, и я поняла в 21-м, что школа меня больше высасывает, чем дает, то есть, я настолько вся в ней, что я перестала делать свои креативные проекты, я перестала работать где-то еще помимо школы, то есть, я внезапно превратилась в босса, в бухгалтера, в маркетинг, а я хотела вообще другого, ну, то есть, я вообще это не выбирала, просто так случилось, и у меня не было выхода из этой ситуации, то есть, просто так вот получилось, и я поняла, что я хочу в долгий отпуск, я хочу минимум на полгода, на год отдыхать, и я просто закрыла школу, со всеми попрощалась, собрала свои вещички, и уехала в Непал, и в Непале, а ты продала школу или как? Нет, я просто ее закрыла, просто закрыла? Нет, я не продавала имя, хотя были такие предложения, я поняла, что я хочу пока оставить за собой, может быть, когда-то в будущем, но пока не сейчас, и в Непале я встречаю этого товарища в последний день, товарищ русскоязычный пришел в кафе, где мы праздновали, что вот мы зашли на базовый лагерь Иверест, у нас был двухнедельный трип, очень долгий, очень классный, и в общем, мы это все праздновали, и он там подмигнул, тра-та-та, а я, понимаешь, настолько у меня были болезненные на тот момент отношения, которые я там закрыла три года назад, и у меня три года не было вообще никаких отношений, и я такая, хочу, чтобы в каждой стране у меня был любовник, такие, в путешествия, я хочу, я свободная девочка, могу делать, что хочу, и тут, и я такая, блин, последние два дня в Непале остались, что-то такое, и тут он такой, я такая, о, первый, нормально, пойдет, то есть я ничего вообще не планировала, что там что-то у нас сложится серьезное и прочее вообще, и, короче, потом, оказывается, спустя время, я теряю деньги в аэропорту, ну, то есть я приезжаю в Москву без денег, без миллиона, у меня был особо миллион наличек, потому что, ну, короче, я по глупости хотела положить в банк, опаздывала, не успела, и они просто хорошенько пролежали вот в гостинице, пока не встретили этого товарища, но об этом я узнала позже, то есть я поняла, что я их потеряла, но я не знала, что это он, ну, то есть окей, ну, как бы лучше деньгами, чем здоровьем, ну, то есть всякое бывает в жизни. Подожди, они у тебя были в чемодане? да. А он знал, что у тебя деньги есть? Ну, потом, как оказалось, да, у меня эти деньги были в косметичке вместе с моими правами, и когда я приехала в Москву, чтобы перепаковать все, я ему, то есть мы с ним общались, я ему пишу, что черт, нет этой косметички, там были деньги, там были права, он говорит, много денег, я говорю, да, деньги не важно, главное, что права, потому что я хотела поехать путешествовать, снять машину, я говорю, все мое путешествие коту под хвост, ну, то есть половина моего плана, потому что я хотела в Америку по национальным паркам на машине, я прям так расстроилась, что именно из-за прав, и, в общем, а дальше случается просто невероятно. подожди, это же твои единственные были деньги? у меня был миллион, который я хотела положить себе на пенсию, поэтому я его сняла, но не успела дойти до банка, а так как я не успела дойти до банка, я такая, окей, опаздываю на самолет, нужно бежать в самолете, в аэропорту, есть банкомат, я на банкомат положу, но я так опаздывала, что уже села в самолет, такая, я забыла положить деньги. И улетела, и улетела, и улетела в Непал с деньгами, и они пролежали весь, все мое путешествие в трек, в гостинице, и они были как бы живы, здоровы, и все с ними было хорошо, ровно до момента, пока в последний день не появился он, он просто, у нас были моменты, когда я там пошла за завтраком, спасила, то есть у него было возможность опускать. он настолько быстро смог, ну профессиональный чувак, профессиональный, а потом случается история следующая, что он такой, я тебя люблю, не могу, а я уехала дальше. То есть он тебя обворовал, он меня обворовал, и я этого не поняла, и вообще я там дальше поехала по всем своим делам, я этого не поняла, что это именно он, он мне продолжает писать, я с ним просто общаюсь, такая, ну ладно, как бы окей, у меня тут вообще дальше очень плотное расписание. Да, он из Астрахани. И случается ситуация, что я приезжаю в Колумбию к своей подруге праздновать Новый год, и он мне заявляет, ты перевернула всю мою жизнь, я не могу думать о тебе, я хочу с тобой увидеться, встретиться, короче, все, я беру билеты и лечу в Колумбию. И он реально прилетает в Колумбию. Прошло типа неделя после нашего знакомства, я думаю, ты куку, ну то есть для меня, как для девочки, которая недолюбленная, понимаешь, которая была в абьюзивных отношениях, и которую чморили парни, для меня это было типа вау, я почувствовала себя принцессой, я почувствовала себя любимой, понимаешь, вот просто чувак знал, как подкатывать, и дальше он прилетает, начинает царить деньгами, белье тебе, белье подружки, там ла-ла-ла, вот это вот все, ну очень все это интересно, все это, естественно, мне вскруживает голову, потом он говорит, давай переедем в Колумбию, а я такая, ну давай, ладно, ну и в общем, потом такой, ой, а у меня кончаются деньги, но я продаю машину, но пока машина продается, можно я попользуюсь твоей карточкой? и вот сейчас я понимаю, ну это насколько нужно было, вот знаешь, я не знаю, что-то сделать с моим мозгом, то есть представляешь, я в чужой стране, где говорят на другом языке, у меня нет ни одного человека близкого, ему не нравится, когда я рассказываю что-то про нас девчонкам, он такой весь вокруг меня ухаживает и прочее, такой, ой, ну мне вот тут вот надо, чуть-чуть не хватает, ты можешь мне добавить? Я такая, ну окей, потом еще раз, потом еще раз, потом еще раз, и в конце концов, моя карточка оказывается у него, а на карточке полтора миллиона, чтобы кататься по всем моим путешествиям на год, и я особо не смотрю там, сколько он снимает, за что он, а он выбирает самые дорогие вины в ресторанах, самое дорогое все, самое лучшее, для тебя, моя принцесса, все что угодно, да мне для тебя ничего не жалко, выходи за меня замуж, пойдем мерить твои деньги, конечно, но для меня, для меня это не доходит, что за мои деньги, потому что он же продает машину, вот он же сейчас ее продаст, понимаешь, то есть у меня еще вот эта вера в лучшее, и мы идем смотреть, значит, кольцо, мы идем в ЗАГС, то есть он говорит, я говорю, мне нужна доверенность, он говорит, наряжайся сегодня, у нас особенный день, я говорю, а что происходит, ой, что-то тоже носик чешется, сегодня будем пить, кто там обещал просека, несите, отличный повод, выпьем за мой тренинг, по личностному росту, за два с половиной миллиона, он изменил меня кардинально, вот, и получается, что я одеваюсь, и он говорит, мы идем в посольство, я говорю, окей, а что, он говорит, мы будем подавлять заявление, короче, вот, я такая, ебан, окей, и понимаешь, ты прожила лучшие дни своей жизни, и многие женщины мечтают о таком, я такая, вау, окей, ладно, и я даже не чувствую свою чуйку, что что-то тут не ладно, я такая, ну, у меня в стрессовых ситуациях, иногда бывает такое, знаешь, типа, лицо к кирпичам, то есть, что-то происходит, а я делаю вид, что ничего не происходит, что, типа, мы попозже об этом обсуждать, я сейчас не готова это обсуждать, пусть происходит, как происходит, я чуть попозже об этом подумаю, и вот это был как раз тот случай, когда что-то происходило, я такая, я не понимаю, что происходит, пусть происходит, я не буду никак вклиниваться, посмотрим, вот так вот, и, короче, что происходит дальше, за два дня до свадьбы. За это надо было пить, это без бокала, а тебе? А я не пью, Дашенька, я 10 месяцев не пью. А, молодец, очень хорошо. Но я ценю всех, кто пьет, и очень завидую, как надо, встречаем, великолепно, за два дня до свадьбы, мне приходит сообщение от ребят из Колумбии, не из Колумбии, а из Непала, которые оказались его жертвами, и которые уже начали ему писать, и говорят, что мы сейчас на тебя подадим, бла-бла-бла. Девочки. Девочки, мальчишки, мужики. А почему, как они тебя нашли? Вот, и сейчас ключевая развязка, и они мне пишут о том, что Даша, сообщение, мы нашли в его куртке, который у нас стал, у другой девчон, который тоже лапшу навешивал, что ты моя единственная, твои права, те самые мои права в куртке. Я сейчас рассказывал, у меня мурашки, и у меня все, б** schools, я понимаю, что он на мои бабки приехал, что это он на меня их тратил, что они у него закончились, наличка, и он еще начал снимать, при том, он снимал такой, нам нужна виза, нам нужно еще что-то, ну то есть, он не только тратил, он снимал, и я просто, и тогда меня, как бы, как по щекам нахлестали, и я такая, я, пожалуй, не пойду, я говорю, что я заболела, я ему не признаюсь, я играю эту историю, но убегаю к подружке, говорю, что там у меня какие-то проблемки, и прочее и в это время я пишу в посольство в полицию на испанском на русском на английском всем жирно то есть я три дня просто не сплю потому что в россии когда у нас ночь в колумбии у них день я бы так со всеми список собираем всю эту доказательную базу и в день нашей свадьбы я сижу в участке и подаю на него за короче вот за вот это мошенничество и абьюз за мошенничество и абьюз и и как бы естественно ничего не происходит никто его не ловит и он приходит в посольство россии чтобы типа ждать меня что вот мы загс лавала и я пишу послу мы с ним созваниваться и гору он там арестуйте его вот он у меня куча же там быть ничего не можем сделать нету в российской федерации нет заявления на него сейчас то есть он не в розыске а если бы он был мы бы его отослали он не нарушил закон колумбии он здесь не больше трех месяцев если он был больше мы бы его отослали и как бы я кручем не делать он говорит просто иди в полицию просто и колумбии в колумбии в колумбии я как бы пошла в полицию ничего не случилось как бы ничего не сделали и сейчас сюда прилетела и ты пойдешь полида и фишка в том что последний раз когда мы с ним встречались и он такой ты тебе нужны только деньги мне нужны только деньги тебе нужны только деньги ты со мной ради денег когда у меня были все было хорошо когда они у меня закончили города чувак напиши мне расписку что вот эти полтора миллиона которые ты профукал просто за меньше месяца, вот так вот, на все, туда и сюда. Напиши мне расписку, что ты мне... А тебе смски не приходили, что деньги списывать? Ну, ты в Колумбии, у тебя, мне не ловило ничего. То есть, я потом смотрела, то есть, он говорит, даже дело не в том, что там списываются, не списываются, он говорит, мне нужно, то есть, он мне говорил то, что мне нужно снять нам на визу, на рабочую. И ты как бы... Я такая, ну, как бы, у него же машина же продается, понимаешь? А это даже, наверное, не его машина. Да, в том-то и дело, что потом я разрыла все, там, не его машина, нет никакой машины, у него отобрали бадюганы в Турции, ну, короче, это... Потом он еще сидел, потом, притом, он мне познакомил с родителями, родители мне ни слова не сказали, что он сидел, что с ним проблемы, и мама такая, ой... А мама, где его живет? Там же, в Архангельске. Ну, то есть, типа, родители у него нормальные ребята, то есть, они, типа, сами такие, как мы такого сына воспитали, но смысл в том, что, когда я начала, то есть, эта история произошла в феврале... Какого года? Вот, в прошлом году. В прошлом году. Год назад, да. Это случилось в феврале, и у меня не было денег уже, и это было... То есть, у тебя все, был ноль, полный ноль? Да, у меня был полный ноль, но у меня был мотоцикл, но у меня был мотоцикл, который я купила ему, но слава богу, я его записала на себя. И вот этот мотоцикл... Ты ему еще мотоцикл купила? Ну, конечно. Сколько вы были вместе-то? Не надо, мало. Два, типа, месяца. Ну, короче, чувак развел просто вот так. На два с половиной миллиона еще и мотоцикл. Ну, это в эти деньги входило. И, короче, и мои друзья, у нас должна была быть онлайн-вечеринка по поводу моей свадьбы. И я за полчаса до этой вечеринки присылаю ему заявление. Говорю, ребята, жопа, меня нужно спасать. Я вам не говорила, потому что мне было стыдно, потому что он на меня давил. Он устраивал мне каждый раз истерики. У него были все мои пароли. Все, короче, он такой, ты мне доверяешь? Я говорю, ну да, да. Он говорит, ты мне врешь. То есть он очень классный психолог. Я такая, да нет, нет, я тебе доверяю. Он говорит, да, если ты мне доверяешь, почему ты обсуждаешь меня со своей подругой? А я там со своей подругой, типа, говорю, что-то как-то странно. Типа, с мотоциклом он устроил истерику. Ну, то есть, понимаешь, вот он очень классный психолог, который меня в такую ситуацию... Я понимаю, Даша. Вот здесь твоей вины вообще нет. За короткое время в чужой стране без возможности с кем-то обсудить с близким, кому бы я просто пришла, и еще мы 24 на 7 постоянно вместе. В таких ситуациях может оказаться вообще каждая женщина. Это профессиональные, ну, мошенники. Да, 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 да. И у них такие навыки и способности, что просто не передать словами. Которые нам просто нормальным людям просто это есть. Это мы сидим такие здесь, размышляем, ой, мы бы в такую ситуацию не попали, но в такую ситуацию может попасть любой. Каждой, абсолютно. И здесь не твоя проблема, не твоя боль, не твоя безалаберность, ничего твоего. Это они так умеют, понимаешь? Да. А вот я тогда чувствовала, что я виновата. И мне было очень стыдно признаться друзьям. Если вы в такой ситуации, признаетесь своим друзьям, потому что это... Со стороны, как ни странно, виднее. И хотя бы люди могут вам сказать, позвони, посмотри, проверь, там, еще что-то. И мы просто... Ну, то есть, я настолько была истощена, то, что у меня там это все происходило уже несколько дней. Я не спала, вот эти вот все полиции, не полиции. И я просто сижу, рыдаю, рассказываю. И... А он сейчас в России или в Колумбии? Он сейчас в Аргентине. В Аргентине. Да, то есть, он там вот... То есть, мне до сих пор приезжают, прилетают какие-то сообщения о том, что вот он меня обокрал, ты же тоже жертва, а давай. А, то есть, ты это в публичном поле сделала? Я сделала потом в августе. И, короче, и мне мои друзья, они... Мы просто вместе посовещались и решили, что мне нужно лететь в США, потому что у него нет визы, ему никогда не дадут визу. Хер знает, какой он там нестабильный, вдруг он начнет как-то мне мстить. А, ты от него скрылась, да? И таким образом они... Они скинули сми на билет, потому что у меня до денег не было. Они проконтролируют, чтобы я сдала этот мотоцикл, чтобы я получила деньги. То есть, они просто каждое мото движение мониторили, там, они там сменку, пересменку ставили. Это просто невероятно. И они купили мне этот билет, и я приехала к сестре, а потом оказалось, что 24 февраля. Короче, я прилетела 26-го, я даже не знала. А потом 24 февраля... И карты не работают. И не карты, и мне просто пришлось очень быстро в стрессовой ситуации, то есть, после одной решать другую. И я понимаю, что мне нужно решать. А у тебя виза талантов была? Нет, у меня была туристическая виза, визу талантов я сделала там, потому что я понимала, что это либо выходить замуж, а замуж я точно не хочу, либо мне... делать политику, либо виза талантов. Подожди, и ты вот туда от него спряталась, но у тебя вот этот год все равно есть, была как-то мысль, как-то его наказать. И ты понимала, что ты никак этого сделать не можешь, пока не вернешься в Россию? Ну, во-первых, когда я уже восстановилась морально, проработала с психологом. Сколько времени прошло? У меня появился парень. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. Полгода. Полгода, когда я смогла спокойно про это говорить. То есть я встречалась уже со львом, и он не знал. Он просто... У меня была жуткая аллергия, то есть не аллергия, у меня высыпало все лицо. И мы с ним ходили по врачам. И он такой, что у тебя вообще, зачем? Я говорю, ну вот у меня был лютый стресс. Он говорит, а зачем так стрессовать? А он младше меня. И я такая, блин, иногда бывает так, что ты не контролируешь, когда ты стрессуешь, когда не стрессуешь. И он говорит, ну, если что, я здесь для тебя. Я говорю, я не готова пока разговаривать. И я вот через полгода только ему рассказала вообще, что он очень хорошо себя повел. Он очень меня поддержал. И я ему сказала, что ты должен понимать, что сейчас я буду очень много про это говорить в соцсетях. Возможно, ты увидишь твои друзья, но ты должен понимать, что это все было. И я просто не хочу оставлять человека безнаказанным. Это то, зачем я это делаю. Я хочу, чтобы эту историю узнали другие девчонки и понимали, что здесь они жертва. И есть тот, кто причиняет зло, тот виноват. Ни в коем случае не наоборот. И я написала об этом в Инстаграме. Это был огромный резонанс. Просто колоссальный. Я давала несколько интервью, ТВ, радио, там еще. Российским, да? Да, да. То есть это очень сильно распространилось. И вот сейчас я приехала, и у меня это бумажка в росписи о том, что я взял в долг, я верну до марта 23-го года. То есть все, он это время профукал. Он не вернул мне те полтора миллиона. Плюс у меня доказательства есть, что первый миллион он вытащил, украл. И вот сейчас я заканчиваю все свои дела с квартирой, с разбором там и прочее. И набираюсь храбрости и иду в полицию. Потому что это очень морально сложно. Ну, когда выйдет видео, ты, наверное, там уже побываешь. Да, я уже побываю, да. Поэтому это ужасная история. Трешовая история. Ну, дальше была еще более трешовая история. Ты появляешься в стране с отрезанным, как бы... Семь. Ну, да. Ну, считай, у меня переезд номер два. И, ну, за первые, наверное, три месяца, пока мы со Львом не съехались, я... А у тебя язык был уже? Да, да. Я... Ну, он был, но он был бытовой. Сейчас лучше. Я, наверное, за первые три месяца сменила диванов шесть, семь, восемь. Ты у друзей, да, жила? У знакомых? Я никого не знала. Нет, это были друзья моих подписчиков, других моих подписчиков. То есть... Ты писала приютите или как? Я просто рассказала историю, что у меня случился пи***. Я сильно не рассказывала про этого мужика. То есть я просто сказала, что я без денег, без связи, без ничего в США. Я переезжаю, я мигрирую сюда. И мне нужны любые контакты. Вот я решила, что я буду в Лос-Анджелесе. У меня есть там первые... Первая неделя у знакомой американки. Ну, у американцев все очень жестко и строго. То, что если ты обещала неделю, то ты ровно неделю. Они больше тебя как бы не ждут. Не готовы. Да, не готовы. Вот. И все, типа, какие связи, адвокаты, люди, что-то. При этом я не могла просить о работе, потому что я была в туристическом статусе. И я вот так вот везде пыталась что-то где-то как-то. То есть я готова уже... А как ты устроилась в стоматологию? А я устроилась в стоматологию благодаря знакомой своей знакомой. Тебе платили так вот, да? Ты нелегально, да? Да. 75 баксов за день. Вот. 1200 за месяц. При этом расходов 1600. Это если ты не платишь за квартиру, у тебя нету тачки в аренде, ты не платишь за бензин. Вот. Это просто, типа, проезд, просто продукты и там, не знаю, трусы купить новые. Все. 1600 баксов. 1600-1700. А что ты... Где ты добирала эти деньги? Ну, вот этот мотоцикл, который у меня был. Потом я, так как я со всеми ребятами, кто с этой визой уже был в Штатах, я со всеми встречалась. Я просто во всех сообществах общалась со всеми ребятами, с фотографами, с визажистами. И мне просто визажисты, которые, там, когда-то у меня где-то учились, там, на мастер-классах или еще где-то, то есть я их не знала. Они мне знали. Они говорили, просто звонили, говорили, у меня сейчас есть работа. 350 баксов, если ты приедешь прям сюда, там, стриптизерши, они в клипе танцуют. Нужно просто их припудривать и смотреть, чтобы у них губы были в порядке. Я такая, 350 баксов, это *** для меня тогда было. Я такая, конечно же, да. Ну, да, я понимаю, потому что я, когда в Новокузнецке жила, для меня... Одна сумма, да. Одна сумма была такая, не выйду. А когда ты... Я приехала в Новосибирск, где меня никто не знал. Я там бежала ради 500 рублей, беременность, чемодан. А у меня уже салон был, у меня уже статус был. Меня во всех журналах печатали в те времена, а я унижалась до вот такого состояния. Конечно. И, понимаешь, у меня на этот год была задача, зарабатывать деньги на визу, потому что виза стоила 7,5 тысяч адвокатов. То есть это адвокаты и все такое. То есть я ее делала не сама, я делала ее с адвокатом, и все эти там ускоренки. То есть это все дорого. Мне нужно было отбить машину, и мне нужно было заработать на приезд сюда, чтобы перевезти котов. Это очень дорого. Ну, то есть это пипец как дорого. И у меня была задача просто тупо зарабатывать деньги. И мне было неважно, что где как. И одна моя подруга написала, что, блин, я видела твою ситуацию. Давай я тебе пришлю денег. Я говорю, спасибо большое, но... Я говорю, мне нужна удочка. То есть деньги как бы я-то заработаю. Мне нужна удочка. У тебя есть кто-то, что-то. А она в стоматологии тоже работает. Она создательница зубной пасты, в общем, бренда зубных паст. Очень классная тетечка, девчонка. И она говорит, у меня есть знакомый хирург, стоматолог. Я спрошу. И она говорит, пойдешь администратором? Я говорю, да хоть полы пойду мыть. Ну, то есть мне вообще не важно куда что. И все. И мы с ним созвонились. Он говорит, у меня нет позиции для тебя. Но я могу... Вот у меня есть один кабинет, где у меня один техник, и он еле вывозит. Пойдешь туда? Я говорю, пойду. Он говорит, какой у тебя английский? Я говорю, нормально у меня английский. Он говорит, ну, типа, недельку походи, просто посмотри, выучи слова базовые, типа, что как устроено. А чувак, с которым я работала, он американец. То есть у меня вообще русского не было в эти дни. То есть все чисто... Притом мне нужно было звонить докторам, узнавать, что им прислать, рентгены, каких зубов. Я теперь знаю все про зубы. Когда мне вырывали зубы мудрости, я говорю, что рентген? Они такие, да, откуда вы знаете? Я говорю, знаю просто. Они мне дают рентген, и я такая, ага, все без операций, все классно, здорово, легко, вырвем. И они такие, вау. Можно открыть, но нельзя смотреть сильно вверх. Это классный продукт, но ему нужно немножко застыть. Чуть ниже глазки, да. Иначе они будут отпечатываться, да. Это Козет, кстати, очень классный. Очень похож с Данессой, да? Очень похож, но у них разница в том, что Данесса не водоустойчивая. Она, если водичкой, то все. А это прям как подводка такая, знаешь? Но они дружат. Они дружат, они дружат. Они очень классные. Козет тоже очень классный такой товарищ, шустренький. Вот, сейчас я жду, когда это высохнет. Я думаю, что мы накрасим тушью ресницы и начнем самый главный этап. Мы можем пока с губами поработать. Ты там поработала, а вообще все-таки как начала зарабатывать? Да вот съемки. Фильм первый сняла. Первая моя большая зарплата, это было мы сняли фильм. У меня было 3 недели работы, примерно по 5-6 рабочих смен. За каждую смену платили по Under Influencer. Он еще не вышел на большие экраны, но смысл в том, что это про девчонку-инфлюенсера, которая с 15 лет работает инфлюенсером на ютубе, и вот я уже 25. И ты красила героиню, да? Да, я разрабатывала полностью всю мою прическу, красила. Скоро тебе будет Оскар, да? Ну, я запланировала. А, то есть я как в воду посмотрела? Оскар, слышь меня, да, я иду. Ну, я хочу, конечно. Но, понимаешь, для Оскара это не серия «Скоро». Тут вопрос в том, что ты хочешь. Вот он же может быть там Леди Гага Гуччи, понимаешь? Вот эти вот фэшн-красота. А может быть история про там какие-нибудь монстры Гарри Поттера, вот это вот все. Мне интересно и монстры Гарри Поттеры. То есть я бы хотела пойти вот в эту индустрию, немножко поработать, поучиться и внедрять это в фэшн. А вот какой это будет проект, фиг его знает. И там на самом деле все намного сложнее. То есть это не просто такое, я хочу Оскар. Держите, конечно, пожалуйста. Там очень жестко все с организациями. То есть там все очень уже занято, скажем так. Все непросто. То есть надо быть очень любимым визажистом, режиссера, чтобы он такой, ой, я хочу только ее и больше никого. Все поняла я. Да, так что есть куда работать. Так, мы сейчас возьмем карандаш. Честно, я еще не понимаю, какого цвета я хочу губы. Хочу ли я их нейтральными, либо хочется мне их какими-то более активными. Но я так поняла, что ты тон вообще не сделала. Ты мне сделала базу и чуть-чуть вот здесь вот консилер, да? Да, и пудра. Ты настолько веришь в мою кожу? Да, а я хочу веснушек еще больше добавить. Мне очень нравится твоя кожа. Мне нравится. Понимаешь, безусловно, можно сделать такую отполированную кожу, всю прям суперидеальную. Пожалуйста, хотите, можно сделать. То есть все же зависит от клиента. Но раз уж тут моя воля, и я могу делать все, что хочу, так я сделаю, как я люблю. Вот. Потому что… Как ты познакомилась со своим? Мы снимали клип Little Big, Generation Consolation, где мы полностью Ильича закрашивали все его татуировки. И мы снимали три дня. А потом продюсеры этого клипа – это Левины друзья. И… Лева… Он русский? Лева, Лев, он русский, но американец. То есть он уже сколько? Много лет. С 11 лет он, короче, там. То есть он русский, но американизированный полностью. Ну да, в 11 лет ребенок переехал. И у него язык русский, уровня 11-летнего ребенка. То есть мы… А вы на русском, на английском? Переписываемся на английском, разговариваем на русском. Что-то иногда на английском, на то, что он не может мне объяснить. Ну, например, он… У нас было… У меня чуть ли не случилась истерика, когда он мне учил на сноуборде кататься. Потому что он говорил, чтобы поймать баланс, берешь баланс, переносишь баланс на баланс, туда-то, туда-то баланс. И я такая, можно на английском, я не понимаю. И он там был на этой вечеринке, единственный человек. Как ты познакомилась? Как ты попала в этот клип? Друзья, друзей, друзей. Я приземляюсь в Лос-Анджелес. Точнее, не приземляюсь, а приезжаю на автобусе из Сан-Франциско, где живет моя сестра. То есть я первые две недели жила у сестры в Сан-Франциско. Я вообще соображала… У тебя есть кто-то в Америке. Двоюродная сестра, да. И я жила у нее две недели. И как раз соображала, что же мне делать дальше. Поняла, что да. Что у меня есть друзья там в Сиэтле. Я могу к ним поехать. У меня есть американка-подруга в Лос-Анджелесе. И я решила, что я поеду в Лос-Анджелес. Потому что, ну, как бы киноиндустрия, все это близко. Почему бы нет? И вот я еду на автобусе туда. И моя другая подруга, с которой мы дружили и работали в МАК, пишет мне о том, что ты что, в Лос-Анджелесе? Как с тобой вообще случилось? Я такая, да, вот сейчас я еду. Она говорит, я только что приземлилась в Лос-Анджелес. Я только что… У меня есть там подруга, очень классная, Даяна. Вас надо познакомить. Она тебе поможет, подскажет, потому что она в нашей индустрии. Короче, она тоже продюсер, бла-бла-бла. И вот это вот все. И получается, что в первый день, когда приезжает моя Натали из Бразилии, она зовет меня на встречу в Даяне. И мы знакомимся с Даяной. И Даяна… Я ночую на диване у Даяны. Один из моих диванов из тех семи. Потому что… Даша любит ночевать на диванах вообще. Вы поняли уже. Выбора не было, да. Потому что моя подруга, которой я остановилась, она жила в типа как в Подмосковье. Только туда добираться три часа на машине. Вот. Только в Лос-Анджелесе. И в итоге Даяна говорит, завтра я иду на вечеринку русских творческих ребят. Пойдем-ка со мной. Вот это то, чем я могу тебе помочь. Я прихожу на эту вечеринку, а там ребята из Little Big. И там куча других ребят. Модели, фотографы. Я всех их знаю. Они все меня знают. Короче, я попала в свою тусовку. И ребята из Little Big, мы с ними заболтались. И они такие, о, мы скоро клип снимаем. Я говорю, о, я очень, мне очень интересно. Они такие, ну все, будем знать, давай контакты. И все. Это платный был проект? Да. Тебе заплатили? Да, мне заплатили, но заплатили совсем чуть-чуть. И все. И после клипа я была с чемоданами совсем на этой вечеринке. И моя Даяна, которая меня привозила все это время, она сказала, я остаюсь до утра, а завтра тебе к стоматологам к десяти. Поэтому тебе нужно найти, кто тебя довезет. Я такая, ну да. И наш, один из чуваков, кто отвечал там за организацию, говорит, стоматологов, это вот работа твоя. Я уже работала, я уже работала с стоматологов, да. И один из ребят, Левин друг, сказал, что, ой, у меня есть Лева, вот ты с ним познакомилась, он тебя довезет. И Лева такой, да, я ее довезу. И все. Я была очень пьяненькая, потому что три дня я работала, как не в себя, очень мало ела. И, как бы, в итоге за семь часов три бутылки пива и три шота текила меня добил. И я вообще ничего не помню. Я помню только то, что я ему рассказала про котов. И все. А на следующий день он меня позвал, как потом оказалось на свидании. Вот. И 30 апреля у нас годовщина. А 1 мая я вернусь в США. То есть я вернусь там на годовщину. У тебя уже есть билеты? Да, 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 конечно. Конечно. А как ты там получила все-таки визу? Почему ты решила визу талантов делать? Ты была уверена, что ты ее получишь? На самом деле есть виза, а есть грин-карта таланта. И я вот могла со своими достижениями даже на грин-карту сразу подаваться. Но грин-карта стоит дороже раза в три. И ее делать дольше. А у меня же задача была легально находиться и работать. И поэтому я поняла, что да, надо делать визу талантов. У меня, в принципе, там для визы нужно несколько пунктов. И у меня, в принципе, эти пункты все были собраны. То есть нужно, чтобы о тебе писали. О том, какой ты молодец. Чтобы ты писала. О том, что типа, вот ребята, смотрите. А где я писала? Журналы. Все что угодно, да. То есть, например, у меня... У тебя-то журналов. Конечно. То есть у меня были статьи, например, ВОК онлайн. О том, что любимые мои любимые красные помады вот такие. Их нужно носить вот так. Да. Либо были статьи про меня, что вот Даша, например, когда был еще флакон, что типа список там лучших школ вообще России. И там была моя школа. Соответственно, мое имя. Это пригодилось. Потом были публикации, где я просто делала мейки. Потом работы со знаменитостями. У меня их тоже очень много. Работы на клипах. Работы с онлайн там... Ой, с образовательными штуками. То есть у меня были онлайн-курсы. Я работала на различ... Ну, короче, очень много всего я собрала. То есть у меня кейс был готов. И мы эту визу... Вот от момента, когда мы созвонили с адвокатом до момента, когда мы подали заявление, у нас было три с половиной месяца. То есть мы весь кейс собрали за три с половиной месяца, что какой-то... А виза твоя еще была рабочая? Ну, то есть туристическая твоя виза, она еще была, да? То есть мы прям тютелька в тютельку подались. И моя виза, получается, туристическая закончилась. Я была в подвешенном статусе, потому что ждала решения по визе талантов. А в этот момент можно там находиться? Да. Потому что ты ждешь. Ты как бы в ожидании. Да. Ты уже подал и ты ждешь. И все. И получается, что они мне подтверждают, что да, но фишка в том, что я-то находилась в США, а когда ты подаешь на эту визу, по правилам, как бы по идее, как традиционно, ты должен быть не в США, а где-то в другой стране и делать это через посольство. И получается, что если ты в США находишься, то тебе надо будет потом выехать, чтобы проставить эту визу. И то есть я уже с сентября в этом статусе, в рабочем, могла работать, могла делать все, что угодно. То есть платить налоги, вот сейчас мне нужно заплатить налоги и все такое. Но этой визы у меня в паспорте не было. Но если я захочу выехать, например, за котами, то мне нужно обязательно организовать себе и посольство, и все на свете, чтобы у меня эта виза стояла. И, соответственно, я поехала сначала вот сейчас в поездке, сначала к родителям в Казахстан, чтобы проставить эту визу. И когда только мне ее поставили, я выдохнула, и как бы дальше уже все, вот я начала собрать котов. А, то есть тогда ты по факту и уже получила, то есть тебе в Казахстане нужно было ее просто поставить. А почему тогда ты переживала, что тебе ее поставят? И ее ставят по решению на собеседование. Потому что в США немножко другая система. То есть то, что ты документы даешь, это здорово. Но чувак, который решает в конце, он на собеседование, этот вот офицер, он может встать с левой ноги и сказать, что-то мне кажется, вы недостаточно талантливы. И может не поставить. То есть представляешь, весь этот труд, который я проделала, могло просто... И ты выбрала самый сложный. Как оказалось, да. Это пипец. Я не знала, что это самая сложная сторона. Я уже на пути в Казахстан, а мне мой офицер говорит, Даша, ну не офицер, а адвокат. Даша, ты зачем в Казахстан? Я говорю, а что? Он говорит, там самые вредные. Они вообще 50 на 50 дают, не дают, вообще даже без разговоров. Объяснения. Я такая... И все. И как бы, а что делать? Я же не развернусь. И я говорю, окей, а если мне откажут, что делать? Он говорит, ну если откажут, то тогда будем, да, будем вот либо вот это, либо вот это, либо вот это. Ну короче, варианты были, но все они... Время, деньги. А у тебя серьезно все с парнем, с твоим? Конечно. Ты что, я к нему... Вы уже вместе живете? Да, мы сразу же съехались, через месяц. Сейчас он ищет квартиру нам. Да? И теперь мы будем жить совсем отдельно. Так мы снимали с ребятами. Хочется мне немножко углы пить. Мы снимали с ребятами. То есть там такая история, что в каждой комнате есть своя ванная, свой туалет и прочее. И вот у нас было свое пространство. Но гостиная у нас общая, кухня общая. А так как я приеду с котами, со скотами, я говорю, знаешь, что нам нужно жить отдельно. Вот. Потому что коты, потому что мы уже все взрослые. У нас все серьезно. А он где работает? Кем работает? Он продюсер у него. То есть он тоже в этой индустрии, он тоже снимает рекламу. Это поэтому, да, у тебя сейчас такие супер продающие, продуманные истории? Нет, потому что я много выжила в свое обучение. Такая прям, вот прям, я смотрю на тебя и понимаю, что Даша начала что-то продавать. Угу. Да. Ну прям. Слушай, знаешь, дело в том, что… Комплимент могу тебе сказать. Спасибо. В нашей индустрии в Лос-Анджелесе декабрь и январь – это мертвый сезон. Все сосут лапу. И когда я об этом узнала, я такая, я не хочу. И я такая, окей, если я не зарабатываю на съемках, где еще я могу заработать? И я поняла, что я никогда не зарабатывала со своего инстаграма. То есть я просто его ввела. Да, я рассказывала, что у меня есть чили-дэш, да, приходили ко мне на курсы, но что какие-то инфопродукты или прям прямые продажи… Ты сейчас запускаешь инфопродукты? Да, да. Ты с ним запускаешь? Нет, нет. Он вообще к этому не имеет никакого отношения. Он делает съемки, свои рекламы, не рекламы для проектов, для музыкальных лейблов и так далее. Ну, то есть сейчас он ни на кого не работает. Сейчас он заключает контракт с одним парнем. Если все получится, то это будет фотостудия, которую ему нужно будет развивать. А если это будет фотостудия, значит, у меня будет место, где я могу делать все, что угодно. Нам нужно немножко открыть рот, потому что я хочу вот здесь вот в уголочках тоже добавить темноты. Вот. Ну, на самом деле у нас разные периоды были с Левой. То есть у нас были моменты, когда он резко уволился с работы, и это было прям сложно, аморально. И ему, и мне. И прям, ну то есть мы за этот год очень много что прошли. И были моменты, когда я была вся в обучении, и мне было вообще не до него, и он чувствовал себя покинутым. И были моменты, когда меня тупо дома не было, и его дома не было. То есть по-разному. Доходило до того, что он говорит, тебя слишком много. Я говорю, окей, давай я уеду в отпуск по путешествиям. Ну, то есть очень интересно. Да, что ты можешь посоветовать тем, кто вот думает переехать. Мэйкап артист, да. И думает переехать в Америку. Что нужно обязательно учесть? Язык. Я думаю, что сам, точнее я не думаю, а я уверена, что если вы хотите работать где угодно, не в России, не в русскоговорящей стране, то нужно учить язык английский обязательно. Обязательно, неважно, в Азию вы переедете, в Германию, куда угодно. Потому что если есть язык английский, тот, который сейчас везде абсолютно, то все будет намного легче. Намного легче. И я бы еще посоветовала делать побольше публикаций, собирать их, чтобы они все были в одном месте. Мне повезло, что у меня просто есть highlights, типа мои публикации. И когда у меня спросил агент, я просто зашла туда и перешла по всем ссылкам. То есть мне даже не надо было вспоминать, какое там… Я тоже об этом подумала, у меня вообще этого нет. Ну вот, этим нужно заняться. То есть если ты планируешь, то этим действительно нужно заняться. Вот. И что еще? Я бы сказала развивать свою портфолио. Потому что мое портфолио меня лучше всего продавало. То есть даже когда я не знала язык, были проекты, куда меня реально Лева затащил. Он просто сказал… Ему говорят, нам еще нужен визажист, мы ищем визажист. Он говорит, о, моя девушка классный визажист. Она такая, ну, нам нужен кто-то особенный. Он говорит, а вот ее страничка. Они такие, о, берем. Она, мы не потянем ее, она слишком дорогая. Он говорит, мы договоримся. Мы договоримся. Да, мы договоримся. И в итоге я работала на этом проекте, и он там получился очень классным. Пытаюсь найти вот тени, добавить немножко снизу, а сейчас мы будем уже заканчивать. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Вот ты сейчас приедешь, ну, кроме семейных. Ну, ближайшие планы. Ну, вот то, что мы будем делать, прям самые ближайшие, это я запускать… нет, не могу сказать. Короче, мы будем кое-что делать, очень классное, связанное с обучением. Онлайн? Не скажу. Не могу сказать. Мне не давали добро. Не могу. Но это будет, короче, челедэш возродится, я вот так скажу. А, да? Да. Но больше ничего не скажу. В Америке? Не скажу. Ничего, все. Это мой большой проект, которым вот я сейчас буду заниматься в апреле и в мае, а потом переезд. Делаем ресницы. Даш, ты много работала с журналами. Да. Как вообще начать это делать? Как вот начинающему визажисту? Я понимаю, что быть профессионалом. Вот я тебе начала говорить, что мое портфолио меня продавало. Да. И я считаю, что это то, что очень многие визажисты упускают. У нас как бы история такая, как мы привыкли, что ты выпустился после курса, тебе нужно купить классную косметику, тебе нужно пойти на обучение и прочее. Но никто не привык вкладывать в свое портфолио. То есть нанять классного фотографа… Нанять. Нанять, заплатить денег за студию. То есть если ты малыш, с чего вдруг с тобой должны работать? Классные фотографы. Но если ты хочешь портфолио хорошего уровня, то найми себе, придумай портфолио, что ты будешь снимать, что ты будешь показывать, как ты хочешь это сделать и так далее. И делай это раз в месяц. Обновляй. То есть творческие съемки, где не тебе платят, а где ты, возможно, даже будешь платить за то, что… Ну невозможно, а будешь. Да. Ну то есть по-разному бывает, когда говоришься, может быть такое, что у тебя классная модель есть и фотограф согласится поработать с этой классной моделью. Или ты наймешь модель. Или ты наймешь модель, а фотограф подтянется. Может быть у тебя, у друга фотостудия, и тебе не придется складываться за фотостудию. Ну то есть это очень важный момент. И когда ты делаешь именно портфолио, то именно с этим ты и пишешь журналы. Потому что если ты их глазки вниз, если ты молодец, ты классный, но как об этом узнают другие? Угу. Просто потому что про тебя говорят, что ты молодец, что ты классный, этого недостаточно. И этого недостаточно. Очень важно визуально это показывать. То есть ничего другого нет. Они просто заходят тебе на сайт, в Инстаграм, не знаю, в Пинтерест на твою страничку и видят, вау, она работает с крутыми фотографами, она делает классные мейки. Ну собственно, как у меня и вышло, да, то есть как все начали меня замечать и звать и на съемки, и на мастер-классы, и как все… То есть как со мной познакомилась Ёлка? Не я с Ёлкой, она со мной. Она подошла ко мне в очереди на концерт, на Севдолизу, на другую певицу и говорит, ты же Даша. Я говорю, я же Даша. Она говорит, я же Лиза. Я говорю, я узнала тебя, я узнала тебя, Лиза. Она говорит, мне очень нравятся твои работы, у меня сейчас классный проект, я хочу, чтобы ты мне накрасила. Я говорю, конечно, да. И в итоге мы накрасили, я ее накрасила, мы, я и мое величество, накрасили Лизу для Esquire. Глазками сейчас вниз, я прокрашу корни ресниц. А еще каких ты таких звезд красила, от которых у тебя мурашки? А, ну, Эвкат Викс. Вообще эта съемка и работа с Кабуки, она прям потрясающая. То есть я тогда, это целая история, я тогда завела блокнот. И первая страничка блокнота, я смотрю на него и думаю, что бы я хотела. Пишу пять людей, с которыми я хочу поработать в течение этих пяти лет. И я пишу туда Эвкат Викс, Кабуки, Севдолиза, Тимволкер и Бьерк. Не проходит просто полугода. Мне пишет мой друг Антон Зимин о том, что, а у меня тогда сестра в голосе украинском участвовала, глазки вниз. И я писала, что я еду в Киев, и ребят, если там что-то, кто-то кого-то что-то хочет со мной поснимать, пожалуйста, фолкну. И он пишет мне, а ты будешь там 13-12 в Киеве? Я говорю, я планировала после 16-го. Он говорит, очень жаль, тут еще ассистенты Кабуки. Я такая, я беру билет. Он говорит, подожди, я должна, чтобы утвердили. Это долгий процесс, там, пока мы поговорили, там, бла-бла-бла, кто-то что-то, пришли в свой портфолио. Они такие, все, мы тебя утверждаем. Приезжай, говорит, тут какой-то такой запрос, странный макияж в стиле театра Кабуки. Типа, тут запрос, что нам нужен лучший ассистент для театра Кабуки. Я говорю, это не театр Кабуки, это имя. Да, то есть даже продюсеры, которые местные, они не знали, про что вообще речь. Смотрим наверх и красим нижние реснички. И я, у меня, во-первых, ножки подкашиваются с того, что я буду работать ассистировать Кабуки. Я говорю, а кого мы снимаем? Они такие, и в Катвикс только никому. Я такая, я просто, они мне говорят, у меня в школе в Чили, я за ширмой, идет урок, и я просто начинаю орать, то есть я кладу трубку, я начинаю орать, прыгать, залетаю на девчонок, обнимаюсь ногами, и я такая, боже мой, моя мечта сбудется, вот-вот, вот здесь, сейчас. И я, представляешь, вот на этом вайбе, он прилетел, у него джетлак, я вот отправила спать, он уже сделал мейк, я ей подкрашиваю губы, у меня вот так все трясется, она на меня так внимательно смотрит, недоверчиво. Типа ассистент подкрашивает мне губы, ассистент обычно кисточки моет там, или еще что-то, ну а он, как бы чувак, вообще никакой, то есть устал. И я вот это делаю, и он такой, боже мой, я так устала, бла-бла-бла, тут нету молока, я так люблю чай с молоком, я тоже люблю чай с молоком, и он такой, где ты взяла молоко? Я такая, ну знаю, он говорит, что я буду делать без тебя на показе в Риме? Я такая, ну ты знаешь, как меня найти? И прикинь, мы едем в такси, нам по пути, и он такой, взял мою почту, и я такая, ну, обещала, не значит, женился. А на следующее утро я просыпаюсь, получаю письмо с подтверждением, с датой, с временем, что там, чего вообще, я такая, е**ть, моя жизнь просто здесь на до и после. И я вот на этом вайбе такая, теперь я могу все, я, короче, Брюс всемогущий, в Брюсе всемогущем, и я такая, что я хотела? Дашенька, о чем ты мечтала всю жизнь? Я такая, я хотела на яхте во льдах. И я открываю, значит... Ты себя отблагодарить захотела? Да, да, и я открываю, значит, профиль девчонки, но фотограф, с кем я хотела поработать, а она на яхте во льдах. И я такая, вау! И она говорит, вот эта вот компания Paganel Studio, они типа супер топчик, супер мотоцик. Я захожу к ним на инстаграм, а у них последний пост. Антарктида, 2020, Новый год. И я такая, за год. И я бронирую. За год? За год, да, это был 19-й. Это было начало, типа, это был 18-й вообще год. 18-й, 19-й, а-ля. И у них за год была предзапись. Там, ты что, там было собеседование? Вообще возьмут они тебя или нет? Там яхта меньше, чем эта студия была по длине. То есть нас было туристов 8 человек. Мы обходили всю Антарктиду, могли делать что угодно. Мы плавали на тузике в гидрокостюме. И вот так в полторы метра от меня всплывал кит. И мы такие, дядя капитан, можно нам за китами поплавать? Он такой, оденьте гидрики. И тогда, типа, осторожно, чтобы никто не утонул. Мы такие, да, спасибо, дядя капитан. То есть пингвины, вот ты выходил из бани. Украинская полярная станция, там баня. Ты вот так выходишь, а у тебя вот здесь пингвины гнезятся. И ты такой, типа, как бы мимо них пройти, чтобы никого не задеть. И я такая, ну, то есть вот после кабуки, вот с таким вот ощущением, такая все. Жизнь удалась. Нет, ничего невозможного. И потом вот этот козел. Ты знаешь, я начала это рассматривать как вип-тренинг по любви к себе. Потому что он мне показал, что я девочка-принцесса, которая достойна всего самого лучшего. А что значит любовь к себе? Я вот до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, для каждого оно вот по-своему. Он для меня подсветил то, что я вообще себя не ценю. То, что я на себе экономлю. Что я всегда выбираю что-нибудь там подешевле, подоступнее, возможно, да, выбирала. Что там самое вкусное, самое дорогое блюдо в ресторане, как бы не всегда. То есть у меня внутри запрограммирована такая штука, что мне нужно сначала спросить, а мне можно? И подождать, когда мне разрешат. Потому что сама себе я это разрешить не могу. Ну типа ты ждешь, Даша, ну вот возьми, ты же это хочешь, да? Ну из серии мне и так хорошо. Вот, мне и так хорошо. И вот этот год в Калифорнии, после него я как раз начала раскручивать себе, что нет, этого недостаточно. Ты с психологами работала? Да, я в принципе с психологами работала последние. Онлайн работаешь? Да, 4 года. Я и с психологом работала, и с сексологом работала. Вот этой осенью я работала с двумя специалистами. Сексолог во мне вытащил великого творца. И почему я сменила ник, ты говоришь, и ты не могла меня найти. Потому что для меня это был такой терапевтический момент, потому что меня уже 8 лет как друзья называют God of Makeup. Бог через х, то есть это в шутку вообще было. И мне было очень тяжело себе признаться, потому что мне было стыдно, мне казалось типа, а что скажут другие и прочее. И когда я вот в свой день рождения такая, пошли все нахуй, я меняю, потому что я God of Makeup и как бы и все. Ну то есть нету фактов, которые могли бы оспорить. Это не сравнительная история, это просто то, как я себя чувствую и все. И когда я вот это в себе признала, благодаря сексологу, не психологу, а именно сексологу, потому что она меня прям хорошенько так развернула, очень классная. Это американский психолог? Нет, это она здесь, она в Питере, да. Сексалтинг, если что. Екатерина Сырыв. Привет, Катя. Да, она очень классная, очень молодец. И я тогда это признала в себе и, собственно, сменила ник, и у меня началась какая-то новая глава, потому что я перестала прятаться. Я раньше думала, зачем мне на себе творить вообще эти мейки. То есть вот мейк, который я делаю тебе сейчас, это мой макияж. Я вижу, да. Нет, ты не видишь, ты не знаешь еще, потому что он еще не сделан. Ты сейчас будешь... Нет, глазки наверх. Нет, конечно, наверх. Золото, помнишь золото? Мы сейчас вторую ресничку накрасим, и я достану самое главное. В общем, мейк, который я тебе делаю, это тот мейк, который я сделаю как-то себе. И я в какой-то момент, как раз вот после того, как я сменила ник, поняла, что, а зачем мне музы? Я сама для себя муза. И я начала делать макияжи с креативными элементами на себе. И я начала заклеивать все лицо стразами, рисовать какие-то штучки. Ну, то есть вообще все, что угодно. И это такой дало мне резонанс от людей, от публики, от меня, от всех. Это было великолепно. И я подумаю, что да. Наш главный элемент сегодня. Уху! Золотая ниточка. Вот. Мы будем ее сейчас тебе клеить на один глазик и на второй. Вот так вот. Такого у нас еще не было. А-та-та. Ты же спросила? Я спросила Дашу. Я говорю, Даша, я тебя не пойму, если ты мне сделаешь нютный кап. Поэтому берем клей для ресниц. Мы берем ниточку. Сейчас мы ее отрежем так, чтобы нам было все красиво. Красивые кончики. И будем их выкладывать. Как обычно это происходит. Я беру клей. Он вот такой вот. На самом деле их очень много похожих. Он очень быстро, классно сцепляется. А что за клей? Это американский. Но дуо такой есть тоже. У Make Up For Ever. И Dora. И у Atelier тоже такие подобные есть штучки. А, ну тот, который ресницы клеит. Да, это клей для ресниц. Но он не латексный. Он более липкий. Сейчас мы просто смотрим ровненько. И я тебе начинаю размечать, куда бы я хотела наклеить, например. Я могу даже сделать следующим образом. То есть я могу сначала что-то там свернуть, например. Какую-нибудь штучку. Интересно. Тебе нужно сейчас закрыть глазки. И фишка в том, что он сразу же схватывает. Вот ты сейчас прям почувствовала. Да, я почувствовала. И в этом его суперфишка. Что он прям моментально тут же берет и приклеивается. Тебе на сколько визу дали? На три года. И потом, если я захочу, я могу ее продлить. Либо, подержи, пожалуйста. С удовольствием. Либо, возможно, я поменяю статус. Замуж выйдешь? Ну, или что-нибудь еще. А как ты можешь еще? Можно же как-то выигрывать грин-карты. Да, можно выиграть грин-карты. Ты подавалась? Нет, я никогда не подавалась. Но у меня сестра моя двоюродная выиграла. Вот ко мне недавно приезжала моя двоюродная сестра. Она там живет сейчас в Америке. Она приехала ко мне в Калифорнию, чтобы посмотреть вообще, каково это жить в Калифорнии. Потому что она никогда не была. Она все время по Нью-Йоркам, стюардессам. Вот, очень интересно будет у нее потом, как она будет становиться в Лос-Анджелесе. Потому что у нее огромные планы. Она там хочет и на маникюр сейчас пойти, и потом сделать всякие там обучающие штучки. И потом стюардессы все-таки тоже полетать, встать. Ну, в общем, молодец. Она очень классная. Мне кажется, у нас это семейное. То есть, знаешь, все спланировать. А почему Лос-Анджелес? Слушай, у меня не было такого, что вот почему Лос-Анджелес. То есть, я даже никогда о нем не мечтала. У меня была поездка рабочая, когда я поехала с NYX. И они меня взяли как инфлюенсера и позвали в Лос-Анджелес на премьеру новинок. И я такая, ну, окей. Притом, у меня есть список желаний, ста желаний. И там у меня было написано желание. Просто я от балды взяла и написала, что я хочу съесть хот-дог на берегу Тихого океана в Лос-Анджелесе. Девочка, которая еще тогда не получила американскую визу туристическую. Я просто вот от балды, представляешь, написала. И через полгода NYX меня зовет. И я такая, что? Серьезно? Вот это да. Вот это просто феерия. Как такое возможно? И я прилетаю туда. Они показывают мне, как у них там все классно, здорово. Фабрика, офис главный. Все очень здорово, красиво, классно. И я такая, ну, класс, классный NYX, молодцы. Ребята, очень-очень хорошо у вас. И все. Это был мой первый и единственный раз в Лос-Анджелесе. А тут как бы я приезжаю и приезжаю в Сан-Франциско к сестре. Ну, потому что ситуация. Мне нужно где-то пожить просто. Перетерпеть какое-то время, да, прийти в себя. Открой глаз. Ага. Хорошо. И я такая думаю, окей, Сиэтл или Лос-Анджелес. И я понимаю, что Сиэтл, конечно, красиво, но что я там буду делать? В Лос-Анджелесе есть работа, да? Ну, вообще везде есть работа на самом-то деле. Просто я понимаю, что для меня Лос-Анджелес более интересная история. Плюс, понимаешь, я еще почему выбирала? Потому что там очень много гор, хайки. А я очень люблю походы. Я очень люблю вот это вот погулять, походить, посмотреть. Все везде. И для меня это было прям основное. Потому что я же тогда, ну, вся травмированная была. И я понимала, что мне нужно это как-то залечивать. Как я еще могу залечить, кроме как вот походить на хайки? Одним днем, например, прогулка. И я как раз так вот себе и помогала. Ходила, ходила, гуляла, смотрела красоту. На рассвет, на закаты. Берешь с собой вкусную водичку. Берешь с собой какой-нибудь бутербродик. Поднимаешься к закатному времени или к рассветному времени. Смотришь красивый рассвет. Смотришь, как время быстротечно. Вот. И понимаешь вообще, что мы такие, ничего в этом мире. Но так много о себе думаем. И понимаешь, что все возможно. Берешь просто и делаешь. О, да. Вот сейчас. Мне уж это нравится, как получится. Да. Так, сейчас еще низ сделаем. Красиво. Угу. Да, кто-то только любит шевелить бровями. Но мы с этим справимся. А у меня ботокс ушел. Что ты теперь можешь шевелить? Ну, я теперь слишком могу ими шевелить. Я так всех героев расстроила своей стрижкой перед съемками. А тебя обрадовала. Меня ты очень обрадовала. Я обожаю короткие волосы. Каре. Вообще, это моя отдельная любовь. Очень сильно ее любить. Понимаешь, длинные волосы, они как бы классные, что из них можно сделать все, что угодно. Но с другой стороны, это такая заезженная история. Ты на ходу придумываешь. Да, я на ходу придумываю. Практически всегда. У меня один раз случилась такая история, что одна из моих очень близких подруг сказала мне после разъездов моих с мастер-классами о том, что ты знаешь, у тебя мейки стали одинаковыми. Ох. Для тебя представляю, да. Ага. Ну как, конечно, они станут одинаковыми. Я же с мастер-классами езжу. И все хотят. Я же показываю людям. И все хотят. И люди хотят что-то конкретное. То, что я когда-то делала. Я, конечно, пытаюсь как-то что-то покреативить, насколько я могу. Но она меня так этим задела. И я подумала, да, тогда я возьму и сделаю челлендж. И сделаю 100 креативных мейков. Ох. Нифига себе. Простите. Я за два месяца сняла пятьдесят что-то там четыре. Но я, конечно, не в себя работала. Ну, в принципе, мне это очень сильно свойственно. И это было, конечно, потрясающе. Очень классно. Очень здорово. Сто получилось? Нет. Сделала пятьдесят четыре. Это был Новый год. И я такая выдохнула и поняла, что ну, мне это надо вообще. Но пятьдесят четыре тоже много. Могла бы двадцать на двадцати остановиться. Ну, ты знаешь, я остановилась, потому что начала смотреть, как там ретушь, как там фотограф обработала. Поняла, что все делают в своей стилистике по-разному. И оно не смотрится вместе. Потому что я хотела сделать, чтобы это был проект в итоге. Там, например, выставка или книга, или что-то в этом духе. И поняла, что не. Так, нам нужно здесь подождать. Не сработало. А ты очень круто сама всегда снимала. Помнишь, у тебя вот на телефон эти глазки были такие? Мне так нравилось всегда твои. Никогда я об этом не задумывалась. Еще вот никто не... Ну, то есть твоя еще суперсила была в том, что у тебя портфолио всегда было очень крутое. Может быть, так же технично многие делали. И у многих, возможно, и с творчеством было хорошо. Но никто вот так вот снимать не умел, как ты, свет выставлять. Не знаю. А вот ты сейчас рассказываешь, и я такая, что? Серьезно? Да. Видишь, я даже для себя этого и не знала никогда. И ты просто на обычный телефон снимала. Да. Ты на него цепляла какую-то бандурину. Да, потому что... Ну, она типа увеличивала. Да. Была у меня такая бандурина. Да. Ты представляешь, ты сейчас вспоминаешь, и я такая, о, серьезно? Да, был такой вот так. Во. Теперь сейчас вот эту заказюблю. А сейчас вообще никто, по-моему, фотографов не нанимает. Я обожаю фотографов. Я обожаю фотографов. Понимаешь, когда ты работаешь с фотографами, у тебя как бы зона ответственности делится напополам. И ты не один отвечаешь за результат, и ты не один можешь придумать что-нибудь интересное для этого результата. То есть ты можешь позвать своего друга, он тебе как-нибудь интересно снимет. Закрой глазки, пожалуйста. Про что я говорила? А, про 100 этих креативных мейков, ты знаешь, я просто их решила не доделывать. Потому что я так устала. Но мне это так помогло вообще понять, как все устроено, и как легко придумывать. И я… Они же у тебя ни одна не повторялась, да? И они были вообще абсолютно все новые. Угу. Вот. И все. И модель каждая разная? Угу. Повторялись модель. Угу. 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 Все разные. А сейчас я хочу возобновить эту историю. А там в Лос-Анджелесе как с этим делом? Вот если ты захотела покреативить, потворить… Угу. 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 В ее доски, съемки, мне надо командирались, ребята, платить. И все понимают, что у тебя есть нужды, на которые тебе надо. Ну, как бы ты не можешь бесплатно работать. Потому что даже, чтобы приехать, такси стоит, типа 70 баксов в одну сторону. и как бы кто будет платить за это и то есть никто не хочет работать естественно в минус вот поэтому моделям оплачивается вся эта история и поэтому это у меня собственно пока щас творчества ты не было потому что я не могла найти своих моделей своих фотографов то есть у меня было очень много коммерции потому что мне была задача заработать денег да а творчество у меня практически не было было очень мало. И то с русскими коллегами. Мы снимали какой-нибудь фильм или маленькую зарисовку или еще что-нибудь. Какие-то такие штучки. Несерьезные, я бы сказала. А так, чтобы прям вау-вау. Это вот сейчас, например, цель моя на будущий год. Это дружить. Вот я тебя сейчас вдохновлю на бесплатное. Я понимаю, что это вложение. Это же классное вложение. Это вложение твоего-моего времени в твой проект, в мою репутацию и прочее-прочее. Я все это понимаю. Плюс ты же не просто человек для меня. Ты для меня особенно человек. Поэтому если бы меня позвал кто-нибудь непонятно кто, непонятно какой человек, неизвестно как бы я с ним провела время, я бы задумалась. И не факт, что согласилась бы. Мы так с тобой поменялись за эти годы. Очень сильно. Ты вообще расцвела минус много лет. 15 лет назад мы увиделись, вот минус 15 лет. Так ты знаешь, как мне тебя представили тогда? Тогда организовывал мастер-класс парень-фотограф. И он говорит, придет на мастер-класс акула нашего бизнеса. Она такая вообще. Она тут всех чуть ли не поработила. Ну, то есть, что ты знаешь, такая. Агрессор. Агрессор. Типа осторожней с ней. Осторожней с ней. У нее все для выгоды своей. Короче, она лишнего слова просто так не скажет. И тут приходит Наташа такая. Здравствуйте. С животом беременная. Улыбается. Такая милая. Я такая. Это акула? Что? Карась. Ну, кто ж тогда знал, что ты? Да. Ну, я тебя, знаешь, как представляю? Как Наполеона. То есть, ты ждала какую-то, когда же эта акула зайдет? Я ждала, что придет какая-то сука или стерва, которая будет мне втыкать палки в колеса на моем мастер-классе. И будет, знаешь, такая есть, бывает иногда такие люди, которые такие, ну, вот прям козы, и прям видно по лицу, что она пришла скандалить. Вот, вот примерно такой вайп он мне описал. Я думаю, сейчас будет скандал. И подходишь ты, и как бы у нас там это награждение, говорят, вот это Наташа Шик. И я такая, вот это Наташа Шик. Вот это, это акула? Да, она же просто сюси-пуси, очень хорошая. Это же видно. Вот, и у меня случился, ну, как бы диссонанс. Не сложилось. Ты знаешь, мне кажется, 50% людей раньше меня так и воспринимали. Так, сейчас глазками наверх. Ссори, сейчас будет немножко страшно. Мне вообще не страшно. А, ну все. Ты спала у меня дома. А есть такое, что многим кажется, что креативщики не умеют красиво делать макияжи? Ну, типа невесту не накрасят, Аля. Ты знаешь, вот в России такое есть. То есть, например, я в России сталкивалась с тем, что меня не звали, мои же друзья, продюсеры на работу, а звали моих учеников на, там, знаешь, припудрить, накрасить что-то базовое, элементарно. Хотя это как бы деньги, да, и казалось бы, должны бы по идее. И говорили, аргументировали это тем, типа, ну ты же очень креативная, а это очень просто для тебя, типа, зачем? И мне было так обидно, потому что, как бы, ну, это же история про, опять же, деньги, это история про работу, про, как бы, мы же друзья, почему вы зовете других людей? И мне было это очень странно и непонятно. А в США я поняла, что там совсем другой менталитет. И если им нравится твоя работа, неважно, насколько она креативная, они тебе дадут работу, потому что им, ну, как бы, они поощряют творческих ребят. И для меня это было прям вау, это очень круто. То есть там я показывала свое креативное портфолио, и всем нравилось, и все меня звали, и говорили, да, конечно, давай, давай, приходи к нам, мы хотим тебя. Веснушки мы, кстати, будем делать маркерами для бровей, да. Я тоже сделала свой маркер. Ой, такой вообще маленький, он прям очень приятный. Хороший то, что его не видно сильно, это прям классно. Слушай, для веснушек круто. Да он и для этих, для... Для бровей. Для бровей хорош. Хочешь, я тебе подарю? Конечно, хочу. Он еще не вышел. Давай. Когда я делаю веснушки, я люблю несколько маркеров использовать. Ну да, тепленькие еще надо. Да, чтобы они прям потемнее, да. Самое разное. Ты вот эту брызгалку не делаешь? Я была одной из первых, кто это делал вообще-то. Ну вот да, вот я хотела спросить. Но я это не делаю, потому что ты никогда не знаешь... Не контролируешь. Да, это абсолютно не контролирует. То есть это нужно прям, прям уметь стараться. И да, да, очень это непросто. Дарья, за что тебе стыдно в этой жизни? Мне, наверное, стыдно за отношения с мамой. Потому что я очень долго ее игнорила, когда она хотела со мной дружить. И я на нее очень обижена была много лет. Сейчас я с этим работаю. Но это прям мне очень непросто дается. То есть вот отношения мои с родителями, с мамой, мне прям тяжело даются. Но знаешь, в последний раз, когда я была, я поняла, что у нас они и неправильные. То есть у нас не дочка-материнские отношения, не родительско-детские, а как будто бы мы соревнуемся за что-то. И вот эти соревнования, они, конечно, очень сильно мешают. То есть она меня не воспринимает как ребенка, она меня воспринимает как личность, которая, возможно, старше и мудрее ее. И мне это не нравится. И вот в последние разы она прям пыталась, я говорю, нет, ты моя мама, ты должна мне готовить, холить меня, лелеять и любить, рассказывать мне детские истории. Не надо на меня взвешивать взрослые ответственности и дела, которые вообще меня не касаются. И она прям, то есть для нее это было очень сложно, для нее это было очень сложно, да. То есть она где-то там еще. Но я, знаешь, для себя поняла, что это мама, она такая, мы разные люди. И вот она такой человек, точка. Вот она такой человек и все. Я ничего не могу с этим поделать. Мы не обязаны дружить. Мы просто очень разные. Вот. И вот мы когда-нибудь придем к нашему, там, идеальному какому-то, знаешь, языку общения, и вот будем в нем общаться. Пока мы в процессе. А за что тебе больше всего гордо за себя? Ты знаешь, я в принципе очень с собой довольна. Да, сейчас это звучит как будто бы я коуч какой-то или тренер свой. Но я понимаю, что я много чего добилась, точнее, не много чего, а я абсолютно всего добилась сама. То есть у меня нету богатых родителей. У меня не было никогда мужчины, который бы меня содержал. Я понимаю, что я с возрастом расту и меняюсь. И если раньше для меня было важно добиваться, то сейчас для меня, например, важно выстраивать отношения. И сейчас, например, я очень сильно горжусь моими отношениями личными, потому что мы оба очень сильно вкладываемся, и я вижу результаты. Я вижу, что те отношения, которые у меня с Альбом, закрываем глазки, у меня никогда ничего подобного ни с кем не было. И я понимаю, что вот это реально тот человек, с кем бы я хотела строить там жизнь, растить детей и вообще там домик на берегу океана. И я понимаю, что открываем глазки, что мы с ним команда. Не серии типа «Он мне должен купить цветы», да, то есть немножко, ну то есть нет вот этой бабской истерики или там потребительского отношения. И у него такого же нету. То есть мне очень нравится, как я начала отстаивать границы вообще, то есть какие-то вещи личные опять же, то есть и я за это горжусь, то есть за вот эту вот, наверное, работу с собой с точки зрения психологии как с личностью. Результаты, они рано или поздно бы все равно случились и случатся. То есть просто это дело времени. Даш, ну мы всегда в этом проекте разыгрываем подарок. А вот так вот, мы тут будем разыгрывать косметику твою великолепную. Давай. Как всегда, дарим бокс с топами визажиста, который у меня в гостях был, моего героя, моего гостя, за самый лучший комментарий, тот комментарий, который согреет тебе душу, порадует, который будет отражать, вот на который вопрос ты захочешь ответить или прочитать тебе будет приятно. В общем, за любой комментарий, может быть, Даша даже гадкие слова приятные. Мы посмотрим. Да, пишите в комментариях, и Даша выберет. Читаешь комментарий? Если да, если выйдет, и мне скажете, пора выбирать, пора читать, я прочитаю. Да, лучший комментарий будет этим боксом награжден. Все итоги розыгрыша в Телеграме, ссылка будет под постом, поэтому, и вообще условия розыгрыша в Телеграме, поэтому переходите в Телеграм, прочитайте, напишите комментарий здесь, ну и, собственно, будете победителем этого прекрасного бокса. Мне очень нравится. Дашины фавориты. Да, я знаю, я знаю, что-то положу. Да. Да. Спасибо огромное. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, подписываться на наши социальные сети. Некоторые сети без отметок будет, но у Даши очень легко найти. Да, God of Makeup, Даша Холодных. Да, и вы очень легко найдете. Я думаю, что нам всем было очень интересно. Мы половину даже не поговорили о том, о чем я хотела поговорить, но, возможно, ты еще приедешь, а у проекта будет продолжаться жизнь. Да, кстати, отличная идея, мне нравится. Так, ну что? Как тебе? Мне понравилось. Я хочу поближе показать мейк, потому что он все хорошо, ладно, потому что я смотрю и понимаю, что нужно ближе. Мне красиво. Красиво. А тебе хорошо было на съемке? Да, да. Мне очень все понравилось. Уже с просека вообще огонь. По душам поговорили, не все обсудили, но... Ну, у ребят может быть возможность на тебя подписаться. Ты в стори очень открытая. Да. И там все есть. И скоро у тебя будет курс. И скоро у меня будет курс. На который можно попасть. Будет очень круто. И в мае уже будет как раз последние-последние возможности. Отмечайте нас обязательно в Инстаграм, когда вы будете смотреть этот ролик. И я всегда перепосты делаю. Я тоже. Да? Обожаю. Да. Обожаю репостить. И, конечно, я вас очень благодарю за то, что вы любите эту рубрику. У-ху! Мы это сделали! Класс! Вообще так красиво! Вариотерапия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова